технопарков Softest, в девятнадцатом выступят коллеги проект создания и развития промышленного парка Губкин и двадцатый проект развития промышленного технопарка Excel. Сейчас разрешите, я передаю слово представителю Министерства промышленности и торговли, заместителю директора департамента региональной промышленности и проектного управления Леониду Валентиновичу Данилову. Коллеги, прошу включить презентацию. Уважаемые коллеги, доброе утро. С кем-то уже вчера виделись и успели пообщаться, кто-то сегодня или вчера прибыл. Я коротко хочу, в принципе, наверное, многие из вас ту информацию, которую я расскажу, уже в том или ином виде видели, слышали, вот, но все-таки у нас есть и новые лица, новые люди в зале, которые на предыдущих мероприятиях не участвовали, люди там как-то меньше были задействованы, поэтому я очень так обзорно некоторые вещи хочу рассказать. Ну и пару слов, в общем-то, наверное, о том, какие у нас ожидания от этого мероприятия и ну, такая рекомендация вам там на работу сегодня. Отправляю на компьютер. Ну, опять же, здесь, наверняка, многие из вас все это уже видели, слышали, но, тем не менее, все равно практически на каждом мероприятии мы затрагиваем вопросы там, в чем различие между индустриальным парком и промо-технопарком, для чего включаться федеральный реестр, там, что такое вообще вот наша система аккредитации, так называемая, буквально в двух словах, то есть федеральным законом и промышленной политики в Российской Федерации установлены две формы региональной промышленной инфраструктуры, это индустриальные парки и промышленные технопарки. Цель государственной поддержки таких объектов, она, в общем-то, ну, понятна, да, это создание возможностей для промышленных предприятий сокращать издержки и финансовые, временные издержки и получать, в общем-то, условия для быстрого размещения производства либо масштабирования производства. В общем-то, отсюда утекает в дальнейшем и требования к таким объектам и, ну, особенности, нюансы и господдержки. Соответственно, утверждено на федеральном уровне два постановления правительства, 794-е постановление требований к индустриальным паркам и 1863-е постановление требований к промтехнопаркам. По логике эти два документа достаточно похожие по структуре, но, конечно, есть ряд отличий. Вот, и, соответственно, для того, чтобы, ну, согласно, опять же, нормам закона о промышленной политике в Российской Федерации, любой индустриальный парк или промышленный технопарк для того, чтобы получать меры государственной поддержки как на федеральном уровне в виде субсидий федеральных, так и на региональном уровне, это могут быть также субсидии, налоговые льготы, это может быть такая форма, как, например, предоставление земельного участка без торгов, вот для использования всех этих мер поддержки необходимо соответствовать парку и управляющей компанией федеральным требованием и быть включен в федеральный реестр. Пару слов тоже сейчас, ну, в принципе, мы, я надеюсь, уже в завершающей стадии этого процесса находимся. С 2020 года, согласно поручению президента Российской Федерации, был проведен такой достаточно масштабный комплексный аудит всех мер господдержки парков, счетная палата его проводила, и по итогам, ну, в общем-то, были даны рекомендации правительству, соответственно, что у нас исторически так получилось, что парки, технопарки поддерживали несколько федеральных ведомств, и это привело к тому, что, ну, разные терминологии, разные требования, соответственно, было поручено все это привести к единообразию, и, ну, было рекомендовано, чтобы один федеральный орган исполнительной власти осуществлял координацию этих мер, то есть, ну, по сути, единообразие терминологии и постоянный мониторинг результатов, эффективности реализации этих мер поддержки. Соответственно, этим органам федерального исполнительной власти принято решение, что будет импромторг, и сейчас, на данный момент, ну, в правительство внесено, соответственно, внесен проект восстановления, сейчас, правда, немножко эта работа отодвинулась, сейчас, конечно, очень много сейчас происходит в различных мероприятиях, да, в правительстве, там, связанных с общей нашей экономической ситуацией, но, тем не менее, я просто к чему это говорю, потому что, в общем-то, мы и сегодня собрали и изначально позиционировали это мероприятие, да, для того, чтобы сюда пришли не только те парки, технопарки представителей управляющих компаний, регионов, да, которые по линии Минпромторга собираются участвовать в мерах поддержки, но и, соответственно, по линии других федеральных органов власти, потому что и с Минэкономразвития России по 316-му постановлению, по 17.04, и с Минстроем России по инфраструктурным бюджетным кредитам мы плотно ведем работу и также участвуем во всех процедурах, в общем-то, коллегам очень предстоятельно рекомендуем, ну, в общем-то, проверять на входе, учитывать там наше заключение о возможных рисках того, что тот или иной парк, технопарк там будет или не будет соответствовать требованиям федеральных. Вот поэтому, в общем-то, здесь просто, ну, нам вопросы эти постоянно задают, а вот можно ли зайти на ту или иную меру поддержки, которая вроде бы там даже не Минпромторгом оказывается. Вот еще раз, сейчас позиция и правительства Российской Федерации, она в том, чтобы, ну, были единые требования и независимо от того, в какой форме эти объекты поддерживаются, да, чтобы, скажем, не возникал повторно вопрос о том, что там одни меры эффективные, другие меры не очень эффективные. Соответственно, мы вот к такому единообразию приходим и с коллегами из федеральных органов власти уже, в принципе, в едином таком процессе все это делаем. Отдельно тоже вчера звучал вопрос относительно рекомендаций Минпромторга по типовым нормативным актам региональным. У нас эта работа сейчас, она практически завершается, мы ее там в прошлом году ввели. И мы в ближайшее время такой пакет рекомендаций направим в регионы, то есть, во-первых, это результат анализа региональной нормативной базы в тех регионах, где есть то или иное несоответствие терминологической базы требованиям, либо там есть, например, два региональных закона, где разными словами, в принципе, называется одно и то же. Индустриальный парк, региональный инвестиционный парк, есть такие примеры и так далее. Ну и также для тех субъектов, где такие нормативные акты пока еще не утверждены, и также вот такой вот рекомендации мы направим, поэтому тоже, обращаясь к коллегам, просто тоже часто слышим, что инвесторы в регионах говорят, да, там, в принципе, заинтересованы такой проект реализовывать, но у нас пока регион еще не принял соответствующую нормативную базу. Вот как раз, в том числе для таких проектов, это будет достаточно, я думаю, что своевременно, да, чтобы тоже регионы, ну, там, не шли по какому-то самому уникальному пути, потому что, в принципе, уже, ну, есть примеры субъектов, которые, там, может, лет пять, там, семь, абсолютно в полном соответствии с федеральными критериями все это реализовывают. Ну, как я сказал, да, сегодня, кстати, тоже даже по составу проектов, в принципе, вижу, у нас достаточно много потенциальных проектов по технопаркам, это хорошо, потому что у нас промо-технопарки, они в федеральном законе появились несколько позже, у нас сейчас и в реестре, в общем-то, их не так много, это, ну, заявок достаточно много, но в реестр пока мы не так много объектов включили, вот, поэтому, конечно, надеюсь, что это мероприятие, оно тоже позволит эту работу ускорить, вот, но тоже в двух словах, потому что часто мы все-таки слышим этот вопрос, да, в чем отличие, базовое отличие в том, что, то есть, скажем так, давайте начну с общего, да, то есть как индустриальный парк, так и промо-технопарк, это объекты промышленной инфраструктуры, которые в любом случае предназначены для размещения производства. Различие в том, что, ну, во-первых, индустриальный парк, в принципе, может и предоставлять земельные участки с коммуникациями подведенными, и инвесторы приходят и сами строятся под свои нужды, хотя такая форма сейчас, конечно, используется гораздо реже, чем, там, допустим, лет 10 назад, и гораздо больше, конечно, сейчас индустриальных парков, которые либо на формате Браунфилд реализуются, да, либо, там, строят управляющие компании сами готовые площади под резидентами. Вот, промышленный технопарк – это всегда готовые здания и помещения, и это объекты технологической инфраструктуры, тоже два слова скажу. И с точки зрения результата деятельности, да, управляющих компаний и самих тех объектов, если с точки зрения индустриального парка, в принципе, ну, любая промышленная деятельность, и мы, в принципе, проверяя документы, мы, в общем, не анализируем особо, там, новизну этой продукции, да, это может быть, в принципе, ну, в этом плане такой достаточно универсальный подход. Промтехнопарк, ну, как следует из определения законодательного, это прежде всего инфраструктура, создаваемая для осуществления разработок, опытного производства, ну, и, соответственно, освоения производства той или иной продукции, ну, как правило, высокотехнологичной. Отсюда и различия в требованиях, и вот одно из ключевых, да, один из ключевых моментов, и тоже, коллеги, прошу обратить внимание, вот всех, кто сегодня будет выступать с проектами, у кого проекты промтехнопарков, обязательно просьба акцентировать внимание на объектах технологические инфраструктуры, которые вы планируете создавать или уже создаете, потому что, ну, исходя из федеральных требований, не менее двух таких объектов должно в промтехнопарке либо уже быть, либо, по крайней мере, запланировано к созданию. Это такие объекты, как лаборатория, центры прототипирования, инжиниринговые центры, значит, центры обработки данных, есть там и конгрессный выставочный зал, то есть инфраструктура необходимая для, по сути, презентации продукции, да, продвижения на рынок. То есть это та инфраструктура, которая позволяет резидентам промтехнопарка, ну, по сути, ускорить и сократить издержки на, по сути, процесс разработки и вывода продукции на рынок. Соответственно, и в практически всех инструментах федеральной господдержки, ну, понятно, что, как правило, скажем так, плотность инвестиций управляющей компанией на квадратный метр площади для промтехнопарка, она, исходя из этого, будет выше, потому что есть обязательные требования по технологической инфраструктуре. Соответственно, и меры господдержки это учитывают, то есть то оборудование, которое в составе технологической инфраструктуры необходимо для разработки продукции, для, там, изготовления прототипов, опытных партий, сработки документации соответствующего. Вот оборудование, программное обеспечение, затраты эти могут также быть возмещены. Что также достаточно важный, существенный момент. Пару слов хочу сказать о, ну, мы постоянно проводим работу по и анализу, там, как сейчас требования работают, и стараемся, конечно, слышать и учитывать те пожелания, которые от отрасли нам приходят. Очень много мы их обсуждали вот в прошлом году на форуме и парк Новосибирской области. Вот и, в общем-то, и после этого тоже мы постоянно эту работу проводим, не останавливаем. На данный момент сейчас подготовлен пакет поправок очередной. Здесь хочу отдельно спасибо сказать представителям ассоциаций и кластеров технопарков в России, и индустриальных парков в России. Ну и, соответственно, многие коллеги вот из колонии в зале тоже выходили, мы общались на этот счет. Ну, соответственно, я коротко пройдусь, да, но, опять же, сейчас пока этот пакет поправок, он, ну, пока еще в работе, поэтому мы, в общем-то, можем, мы, наверное, если сегодня у нас там время позволит, ну, либо уже на полях мероприятия тоже там пообщаться на этот счет, и любые предложения мы, конечно, будем рады и готовы прорабатывать. Что мы из ключевого сейчас хотим доработать и улучшить? Ну, первое, уйти от формы предоставления заявок на бумажный носитель. То есть у нас кто был, у нас в министерстве видели, у нас иногда даже некуда девать коробки с бумагой, вот поэтому мы, ну, в общем-то, я надеюсь, что в этом году, в этом, ну, это во второй половине года уйдем от бумажной формы, да, и, соответственно, это, наверное, заявителям будет проще подавать в таком виде, ну, и нам быстрее проверять. Соответственно, все, конечно, положительно влияет на сроки и удобство работы с документацией. Следующий достаточно важный момент. У нас в прошлом году впервые в федеральные требования было включено понятие агропромышленных парков, агропромышленных технопарков, как подвид отраслевой. Сейчас мы, в принципе, по аналогии включаем в федеральные требования понятие экопромышленный парк, промышленный технопарк. То есть это в рамках той работы, которую сейчас проводит Минприрода России, российский экологический оператор и ряд есть инициаторов еще на этом направлении. Создаются площадки, которые по сути своей, в принципе, являются индустриальными парками или промо-технопарками, но у которых основной фокус деятельности это вовлечение, ну, переработка вторсырья и, соответственно, вовлечение его в оборот и размещение производств следующих переделов. Ну, например, там есть производство перерабатывающего пластика, дальше на этой же площадке производство, которое делают из этого пластикотельные изделия. Вот, соответственно, достаточно интересная история, активно это направление развивается и там просто на федеральном уровне были дискуссии, как это регулировать, там хотели отдельно это понятие включить в федеральный закон о промо-политике, но в итоге вот мы с коллегами пришли к тому выводу, что, в принципе, это можно оформить как отраслевой подвид, и это, во-первых, позволяет ускорить регулирование соответствующее, во-вторых, что, наверное, гораздо еще важнее, распространить на вот эти объекты все имеющиеся меры поддержки индустриальных парков, промо-технопарков, помимо тех отраслевых мер, которые также есть сейчас у Минприроды и ППКРЛ. Следующий момент тоже достаточно важный, и тоже с этим мы сталкиваемся постоянно. Исходя из действующей редакции требований, вся территория индустриального парка или промо-технопарка должна быть обеспечена коммунальной транспортной инфраструктурой. Ну и, соответственно, в случае с промо-технопарком обязательно еще и здания для резидентов. И мы сталкивались и много обсуждали с отраслью такую ситуацию, когда, ну, там есть, например, 30 гектар территории парка, из них 20 гектар – это первая очередь, она там либо уже застроена, либо застраивается, там проект разработан, а на 10 гектар еще там проект пока не разработан, ну, проектная документация там на коммунальную инфраструктуру, на внутриплощадочные дороги и так далее. И в этой ситуации мы просто, ну, у нас единственная рекомендация – это, ну, просто тогда такую вторую часть просто не заявлять на аккредитацию, потому что, ну, нет проектной документации даже на эти участки. И мы это, в общем, обсуждали, в итоге пришли к такому выводу, что, ну, нормальная ситуация для отрасли, когда действительно, ну, просто будет понятен резидент, который придет на эту площадку, тогда, в общем-то, и будет необходимость разработки там ПСД и каких-то мероприятий. Поэтому мы вот сейчас вводим такой критерий, что допускаем 30% площади парка, что вот на этих участках, в принципе, может проектной документации не быть. Как раз логика такая, что если это там какая-то совсем дальняя история, то, наверное, и нет необходимости в федеральный реестр включать эту площадь, потому что, ну, и меры поддержки ты на нее никак не приземлишь, если даже непонятно, что там будет. Но определенная доля площади, когда, допустим, вопрос там проектирования может встать там через полгода-год, что тоже там постоянно, каждые три месяца не досылать нам документы, это, в общем, наверное, правильно, и поэтому мы такие изменения тоже уносим. Ну, соответственно, остальные моменты, они такие уже более технические. Много тоже у нас примеров с правом распоряжения, то есть есть одно из базовых требований – это право распоряжения земельными участками, объектами коммунальной транспортной инфраструктуры, зданиями для резидентов. Здесь мы тоже учитываем ту практику, которая есть, например, там место договора собственности представляет договор Мены. Он, в принципе, имеет те же правовые последствия, но при этом вот в постановлении он не указан. Здесь мы просто… Ну, были примеры, когда мы, ну, всегда обсуждаем такие ситуации и понимаем, что, в общем-то, это юридически то же самое. Но, тем не менее, вот мы такие вещи вносим, там договор переуступки прав, например, тоже обсуждали по некоторым паркам. Отдельная история с инициаторами специнвестконтрактов. Там просто своя, скажем так, процедура по оформлению земли, мы просто сталкиваемся с тем, что резидент парка, он землю там получал у головного инициатора спика, там не у региона, ну и так далее. То есть вот такие моменты мы также учитываем и стараемся имеющейся практикой тоже учесть при доработке требований. Вот, соответственно, вот эти изменения, они позволят, ну, я считаю, что здесь наиболее существенное, это, конечно, то, что касается правораспоряжения, у нас более гибкая, да, ситуация будет. И вот по 70% критерия обеспеченности либо уже готовой инфраструктуры, либо проектной документации территорий. Вот с этим сталкиваемся, наверное, каждый второй случай на заявках. И кратенько пробегусь по основным мерам поддержки. То есть как раз у нас те представители проектов, которые сегодня будут выступать, они, я надеюсь, коллеги все уже так или иначе ознакомились с мерами поддержки и уже там выбрали какие-то приоритеты для себя. Вот, но просто, чтобы тоже у всех общая картинка сложилась. На этом слайде видите, в принципе, тот арсенал мер поддержки, которые есть сейчас на федеральном уровне. Соответственно, мы сейчас видим, что, в принципе, практически любой проект, государственная форма собственности, частный, крупный, не очень крупный, в принципе, практически под любую ситуацию мера поддержки из того пола, который есть, в общем-то, адаптирована. Вот, конечно, всегда есть детали, которые я тоже, конечно, призываю читать внимательно нормативные документы, да, потому что, ну, те меры, которые есть, и мы это тоже постоянно обсуждаем, они действительно, сейчас тот пакет, который сложился, это достаточно уникальная ситуация, потому что и нет на данный момент, по крайней мере, какого-то дефицита средств. И в то же время есть инструменты, которые как позволяют деньги получить достаточно быстро, вплоть до текущего финансового года, так и меры, например, 11.19.13.25, постановление, где возмещение срок достигает до 15 лет. То есть можно просто зайти с долгосрочным проектом и там в 3-4 очереди его реализовать и постоянно на этом пути пользоваться мерами господдержки. Вот, я не буду, наверное, долго останавливаться, тоже презентацию попрошу организаторов предоставить всем участникам, но буквально там паре слов по каждому механизму. Постановление 831 – это возмещение процентной ставки части затрат на уплату процентов по кредитам управляющих компаний, кредиты инвестиционные, то есть не кредиты на пополнение оборотных средств. Сейчас, конечно, при нынешней ставке, ну, мы тоже с коллегами сейчас общались на полях, ну, ожидаемо стоимость кредитов возрастает, причем в том числе есть риски и по уже ранее заключенным договорам, но у нас как раз гибко выстроена механика, то есть у нас доля возмещения, вот та процентная ставка, которую мы можем возместить, она увязана как раз с ключевой ставкой Центробанка. Поэтому вот мы считали на текущий момент это порядка 16%, то есть если вот мы сейчас отбор как раз будем проводить, мы его объявим до конца марта уже, и, соответственно, те проекты, которые сейчас пойдут в этом году на возмещение, ну, вот смотрим, ключевая ставка 20%, ну, есть определенная формула расчета, вот сейчас порядка 16% возмещения. Поэтому те парки, технопарки, которые рассчитывали, либо уже привлекли кредитные средства, вот как раз сейчас тоже эти меры могут воспользоваться, и, ну, по крайней мере, там, тут 2,3% на ставки, которые уплачивает управляющая компания, мы можем возместить. Далее постановление 11.19, ну, опять же, механизм, конечно, требует отдельного рассмотрения внимания. Тоже очень коротко пройду, что здесь мы возмещаем затраты субъекта Российской Федерации, понесенные на, ну, либо в виде взноса выставного капитала управляющей компанией парка, технопарка, либо в виде субсидий управляющей компанией на строительство, опять же, реконструкцию всей инфраструктуры. Через этот механизм могут поддерживаться как государственные парки, так и частные, и, как я сказал, срок возмещения до 15 лет. Механизм, в общем-то, один из самых устойчивых, потому что сумма к возмещению в федеральный бюджет ставится, исходя из федеральных налогов, которые плачут резиденты. То есть нам в этом плане несколько проще с точки зрения, там, каких-то возможных секвестров бюджета, потому что меры уже обеспечены, в принципе, доходами федерального бюджета от резидентов. Мы по 11.19 в прошлом году, ну, как уже я сказал, продлили с сроком возмещения до 15 лет, был 5 до этого, в 3 раза практически, и помимо этого удалось сократить требования по ряду показателей. Вот поэтому этот механизм на данный момент, он, в общем-то, стал привлекательнее, интереснее, чем год или два назад. Следующее, постановление 13.25, очень похожий по сути своей механизмы 11.19 с двумя различиями. Первое, что здесь речь идет только о частных парках, и второе, момент тоже достаточно важный, механизм этот заточен, ну, на определенной территории, это геостропедическая территория Российской Федерации, это 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития и моногорода. Вот, потому что мы таким образом, ну, настроили этот инструмент, чтобы сократить вот эту территориальную диспропорцию. Это Италий Павлович вчера тоже говорил об этом в своем выступлении. И, исходя из этого, здесь по показателям эффективности, ну, они, скажем так, их меньше, и они проще по выполнению, чем в 11.19. А так механизм очень похожий, он также через федеральные налоги резидентов работает и до 15 лет срок возмещения для частной управляющей компании Парк. Далее, вот, разрабатываем механизм, это проект постановления поддержки технопарков в сфере электронной промышленности. Сейчас мы уже там, в завершающую стадию выходим, сейчас вносим скоро в правительство этот проект и рассчитываем в этом году провести отбор по вторым кварталям, то есть это там июнь, может быть, там где-то на июль перейдет. Вот, здесь мы планируем предоставлять эту меру поддержки через регион, давать региону, по сути, авансовую субсидию на то, чтобы регион мог финансировать непосредственно строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры для технопарков, где резиденты преимущественно будут заниматься освоением продукции в сфере электроники. Здесь есть, как бы, одно из условий, что эта продукция должна соответствовать продуктовым направлениям ключевым стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 30-го года. Ну и, соответственно, там тоже ряд есть моментов, да, связанных с тем, что, конечно, технологическая инфраструктура, соответственно, еще должна быть создана, и в результате действительно резиденты приходят, которые занимаются разработкой, освоением производства такой новой продукции. Здесь мы рассчитываем финансировать проекты до трех лет и субсидии до 300 миллионов ежегодно, ну то есть до 900 миллионов в общей сложности. Далее, меры других ведомств тоже коротко прокомментирую. 316-е постановление, это национальный проект малосреднего предпринимательства. Ну, Минэкономразвитие исторически уже достаточно давно поддерживает индустриальные парки промо-технопарки. В 2021 году был отбор проведен по 10 регионам, как раз вот имеющие низкие уровни санименовического развития. В этом году Минэкономразвитие планирует еще 10 регионов добавить в этот перечень. Вот, и, соответственно, ну тоже достаточно такая хорошая, интересная мера, потому что также здесь возможен вариант авансовой субсидии до 500 миллионов рублей на 2 года на развитие парков-технопарков, как государственной, так и частной формы собственности. Постановление 1704, это мера поддержки, которая действует для регионального бюджета. Это, по сути, федеральный центр может списать регионную часть задолженности перед федеральным бюджетом при условии, что вот эти деньги, которые планировалось, да, направлять на погашение задолженности в регионах, направить на финансирование, ну это называется новые инвестиционные проекты. Это достаточно такая обширная мера поддержки, то есть там далеко не только парки и технопарки, там совершенно такой универсальный, скажем так, подход к проектам, но тем не менее вот по году там порядка 15-20 проектов индустриальных парков, промо-технопарков заявляется и, соответственно, также получают проекты финансирования. И мера поддержки, которую реализует инстрой России, это инфраструктурный бюджетный кредит. Это также действует через регион, то есть субъект Российской Федерации получает от Федерации кредитные средства на срок от 15 лет по 3% годовых, то есть условия для региона очень интересные и также могут эти средства направлять на, в том числе, создание инфраструктуры индустриальных парков, промо-технопарков. Причем вот так 17.04, такая вот эта мера, несмотря на то, что это именно финансирование регионального бюджета, но регионы также могут эти средства доводить до частных управляющих компаний. Поэтому также мы видим примеры, когда им частные проекты через эти механизмы поддерживаются. И по 11.89 тоже там порядка 15 проектов уже отобрано, парков-технопарков, и вот в этом году также будет отбираться новый проект. Вот поэтому, опять же, я говорю, здесь на этом я остановлюсь, потому что можно долго про эти меры рассказывать и уверен, что многие из вас как бы в них погрузятся и уже погрузились. Вот в завершение хочу, ну тоже об этом говорили вчера, еще раз отметить, что мы в этом году продолжаем реализацию программы нашей методической лидер развития инфраструктуры. В июне мы планируем стартовать ее, мы в ближайшее время направим во все регионы, соответственно, запросы на участие, да, и в общем-то заранее, ну просто часть коллег, кто в зале уже в том году выпустились из нее, да, но многие еще пока не поучаствовали, поэтому, конечно, мы призываем в этом году принять участие, потому что как раз вот там мы будем каждую меру очень детально разбирать и с каждой управленческой командой мы приглашаем там и руководителей регионального министерства промышленности, ну или ведомства, которые курируют парки, и руководителей управляющих компаний, корпораций развития инвесторов, то есть по сути сформировать такую единую команду, которая будет и заниматься вопросами создания и развития парка, подготовки документации необходимой, привлечения и финансирования и работы с резидентами, то есть мы достаточно комплексно рассматриваем все эти вопросы, которые, в общем-то, с которыми управленческая команда сталкивается, ну по крайней мере на этапе до там ввода парка в эксплуатацию, вот поэтому очень, в общем-то, надеемся, что также те команды, которые в этом году планируют подавать заявки на любые меры поддержки, да, и заявки на включение в реестр, ну также присоединятся и, соответственно, примут участие. Вот, в принципе, на этом, наверное, закончу, да, но в любом случае я здесь, да, то есть готов коллеги с вами общаться, отвечать на вопросы и, в общем-то, желаю активно сегодня поработать, относиться вот к тому, что вы сегодня услышите, там, как такое, если будет критика, то она конструктивная и наша задача, конечно, чтобы вы отсюда уехали с пониманием, куда двигаться дальше, да, и в какую сторону дорабатывать свои проекты. Спасибо. Я еще хочу, наверное, всем скажешь что-то. У нас еще коллеги, вчера присоединились к коллеге из социальных парков России, вот, Максим тоже хочет пару слов сказать, приветствую. Да, Леонид, спасибо. Коллеги, добрый день. Ну, во-первых, рад себя видеть сегодня в Монтогорске. Вот тот формат, во-первых, хотелось бы поговорить все наши принимающие стороны правительства Челябинской области за возможность здесь встретиться, управляющую компанию парка и комбинатом МК за гостеприимство, коллег из Минпромторга, наших коллег из ассоциаций технопарков за организационную методическую подготовку этого мероприятия. Вот Леонид уже сказал, что та критика, которая сегодня, которую вы услышите, ни в коем случае просьба не воспринимать именно как критику. То есть это, я бы воспринимал это как рекомендация к дальнейшей проработке, да, потому что вот на пути к реализации проекта, на пути в том числе к мерам господдержки, нету ничего лучше, как такой свежий взгляд со стороны на тот проект, который вы делаете. Соответственно, ну, мы сегодня в таком жюри постараемся быть максимально, это нашу критику, максимально полезный и дать какие-то рекомендации для дальнейшей доработки, так, чтобы ваши проекты были максимально эффективно реализованы. С учетом тайминга, у нас сегодня очень много проектов и мало времени, к сожалению, говорить много не буду, давайте приступать к работе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я прошу подняться представителя, начинаем защиту, прошу подняться представителя агропромышленного технопарка, агроцентр, Костин Александр Юрьевич, прошу запустить его презентацию. Александр Юрьевич, разрешите озвучить тайминг, 8 минут доклад, 7 минут у коллегов из экспертов, вопросы, всего 15 минут. И коллеги эксперты, попрошу в каждом лице оценки написать субъект федерации и наименование проекта. Прошу кликер, направляйте, пожалуйста, на компьютер. Уважаемая комиссия, уважаемые коллеги, очень хорошо быть из Алтайского края, как-то или как, из разницы, да? На букву А начинаемся, Алтайский края, агроцентр, и зовут меня Александр. Я представляю компанию агроцентр, основная деятельность которой это сельхозмашиностроение. В Минпромторге коллеги нас очень хорошо знают. Мы входим в десятку лидеров по производству сельхозтехники, участвуем во многих государственных программах. У нас есть очень большой опыт как с федеральными программами, так и с региональными программами. Алтайский край – это традиционная зона машиностроения. Были у нас такие монстры большие, как Алтайский тракторный завод, Алтайский моторный завод, и до сих пор есть и кадры, и школа, и желание этим заниматься. Вот для статистики каждая шестнадцатая сельхозмашина, каждая шестнадцатая машина, произведенная в России, она произведена на территории Алтайского края. Поэтому школа у нас очень большая. Как у нас возникла идея технопарка? Рядом с нашим заводом есть территория, которая была неосвоенная. Минпромторг Алтайского края вышла с инициативой ее выставить на продажу как бы и передать нам. Поэтому мы эту идею поддержали. Пока технопарк у нас он виртуальный, но мы начинаем уже его разработку. Кроме этого, мы создали у себя уже десять лет назад кластер аграрного сельхозмашиностроения. И идея технопарка, она именно в том, вот уже построена картинка, это в том, чтобы во-первых, освоить эту землю, во-вторых, в кластере есть предприятия, которые пока не могут сами выйти на какой-то федеральный большой уровень. У них есть и желание работать, и ресурсы работать. Мы хотим их объединить для создания какого-то инновационного продукта. Инновационный продукт это у нас будет, это наша территория. Инновационный продукт это будет у нас посевной комплекс. вот на... Так, чуть вернулся, извините, это конец, да? Так, ну давайте открутим, да. То есть инновационный продукт, мы выпускаем сельхозтехнику на первую картинку, и у нас уже стало ограничение по территории. На первой картинке вы видите наш посевной комплекс, и мы сделали пока в бумагах новый посевной комплекс, который сеет без потери качества выше 20-25 километров на скорости, но это пока в России таких аналогов нет. Плюс... Да, да. Нет, ну это я по проекту рассказываю. Плюс по программе импортозамещения мы перевели его в транспортное положение. Давайте, следующий. Территория у нас чуть больше 4 гектар. Площадь стройки мы хотим сделать 11 тысяч метров, то есть это большой цех, плюс офисное здание. Значит, с чем мы столкнулись, что очень много есть оборудования, которое мы готовы взять, но не готовы его полностью задействовать. Допустим, у нас есть пластиковые изделия, и если мы возьмем станок, то есть мы не можем 100% его задействовать. Мы готовы пригласить тех арендаторов, которые... Следующий слайд. Готовы этот станок задействовать и... И производить продукцию как для нас, так и на сторону. Есть много команд, которые готовы осуществлять сервис, но у них нет ни помещений, ни работы. Мы готовы их к себе взять, это наши члены кластера. Есть у нас и юридические консультации, и, допустим, вот есть фирма, которая специализируется на полиэтиленовой упаковке, да, то есть нам... Это пусть... Нам... Нам нужна полиэтиленовая упаковка, но нам не нужно, чтобы этот станок задействован был все 8 часов, ну или 24. Поэтому они готовы к нам прийти на нашу территорию и задействовать станок и на сторону. Значит, у себя на заводе мы внедрили программу 1SRP. То есть мы при том, как будут к нам поступать арендаторы, мы будем всех включать в одну программу. Кроме этого, у нас есть договоренность, вот есть новосибирский центр сертификации, то есть они находятся где-то в торговом центре, то есть они... Это тоже желают быть на предприятии, мы их пустим, мы готовы к их услугам. Давайте по кадрам еще пройдем, да. То есть вот 6 арендаторов у нас есть, они все будут задействованы в производстве конечного инновационного продукта. Дальше. Мы изучили постановление, всем требованиям постановления мы соответствуем. Дальше. Ну по налогам здесь сейчас в связи с этой ситуацией все меняется, то есть естественно, что основная цель любой коммерческой организации это прибыль, а там где прибыль, там увеличение налогов. Дальше. Вот. И естественно, что все налоги будут идти в разные бюджеты, резидентов очень много. После того, как мы заявили, что мы создаем технопарк, к нам уже выстроилась очередь, наше имя агроцентра очень доброе, у всех на слуху и все хотят с нами работать. Дальше. Перечень затрат, ну естественно, он сейчас поменялся, но мы понимаем, что на уложенные деньги наши будут, ну даже большие доли, потому что инфраструктура, дороги, это требует больших вложений. Мы не хотим экономить, мы хотим построить именно большое здание, чтобы потом ничего не достраивать, не увеличивать. Дальше. Дальше. И мы подобрали для управляющих компаний молодую команду, которые хотят активно работать уже на основе новых технологий и идти впереди тех предприятий, тех технопарков, которые созданы не только у нас в Алтайском крае, но и в сфере Российской Федерации. Основной цель, когда я ехал на это мероприятие, хотел именно познакомиться с контактными лицами, с кем можно общаться, познакомиться с опытом коллег, много вопросов, на которые хотелось бы мне получить ответы. Поэтому мы на территории технопарка готовы работать на благо и себя, и предприятия Алтайского края и Российской Федерации. Спасибо. Какие-то вопросы? Технологическая структура – это есть инновационный проект, это пассивной комплекс серии СК, то есть предполагается, что резиденты технопарка будут выпускать определенные комплектующие для этого пассивного комплекса, или если это будет наше оборудование, то выполнять работы, ну, раньше, раньше, раньше. Нет, нет, так, следующий, следующий, следующий. Нет, 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 нет. То есть вот такая будет у нас структура, это будет половина, это линия по сборке, и половина это выпуск. Да, это будет центр промышленного оборудования. Это плюс, мы готовы взять, это взять станки, на которых это мы работаем, у нас есть мощная лаборатория, которые смогут пользоваться, то есть вот я повторюсь у нас еще раз. Есть команды, которые хотят работать, но у них не хватает средств на закупку оборудования, станков. У нас есть конструкторские бюро, которые бесхозные, то есть мы к себе их примем. Да, здравствуйте. Ну, смотрите, у меня один большой вопрос, я вообще ничего не понял, что вы докладывали. О чем? Это даже близко не похоже на промышленный технопарк, который заложен в идеологию и законодательства и требований, даже близко не похоже. Поэтому мне просто нечего вам задать вопрос, так и не понял, о чем вы рассказывали, потому что идеология промышленного технопарка, она абсолютно другая. Даже не знаю, как вы отреагируете. Вот это что, допустим, склад сырья, лазерный участок, заготовительный участок, участок штамповки, механизированный, механический участок, сварной участок, это что все? Какое это отношение имеет к промышленному технопарку? Ну, это схема расположения в здании. Ну, какое это отношение имеет? Вообще промышленный технопарк, это прежде всего помещение, которое сдаётся в аренду. Если бы вы мне сейчас показали объекты технологической инфраструктуры, где они расположены, где будут располагаться резиденты, как технологическая инфраструктура будет способствовать освоению, выпуску промышленной продукции, я бы, наверное, вопросов не задал. А это что? Ну, я пытался доказать, что с помощью президентов технопарка мы, как управляющая компания, будем создавать инновационный продукт. То есть 70% мы... Смотрите, здесь же у нас не задача, вот ещё раз, вот написано, объекты промышленной инфраструктуры создаваем промышленного технопарка. Так? Вы показываете схему здания и делите его на производственные участки, где будет осуществляться какая-то производственная деятельность какой-то одной компании. Всё, точка. Зачем это вы показываете? Нет, это будут арендаторы, естественно. То есть у вас есть арендатор ООО, который занимается лазерной, да, есть ООО, который заготовительный участок, да? Да, да, всё верно. Но опять же, это не подходит под идеологию промышленных технопарков. У вас должно быть освоение выпуска промышленной продукции. Коллеги, последний комментарий. Можно на слайд с меры поддержки по 316? Просто главный комментарий. Нет, это… Да, вот у вас срок подачи заявки на субсидию 22-й год показан. Да. Планируем осень. Или на 22-й год. То есть планируете, да, на этом году. Смотрите, просто как рекомендация, чтобы вы пересмотрели, если вы планируете на 500 миллионов, у вас, ну, общий объём проекта, ну, не может быть 600 миллионов, он не менее 632 миллионов должен быть, потому что есть, да, 20% бюджетки, 1% регионального софинансирования Талкайского края, насколько я помню, да, и всё остальное уже… Ну, естественно, мы цифры уже пересмотрели, все стройматериалы удорожали, станки подорожали, то есть наше софинансирование будет около 500 миллионов. Вот, и тогда вот вопрос дальше, если в 22-м году по проекту с методом документации и госэкспертизе, вы как вот по дорожной карте успеваете? Госэкспертизу нам, это нам обещали где-то за полгода сделать, то есть 8 дней мы готовы документы на обсуждение. Всё, прошу прощения, спасибо. Но это так вот, как рекомендации, акцентируют внимание. Спасибо, мы учтём ваши замечания, переработаем проект и представим его снова. Спасибо за ваш доклад. Уважаемые коллеги, хочу пригласить коллег из Туймазинского промышленного технопарка, мастер. Следующих прошу подготовиться, это проект создания Кампского промышленного технопарка. Мастер. Добрый день, коллеги. Меня зовут Горанаев Андрей, и я директор ТПТ Мастера, индустриального парка, технопарка Мастер. Мы создаём наш парк на базе завода автобетонных смесителей, который находится в городе Туймазин. Мы выкупили имущественный комплекс на площади в 6,5 гектар, который состоит из производственного корпуса, 20 тысяч квадратных метров, административное здание 4 тысячи квадратных метров. Планируем разместить на эти площади резидентов от 10, которые будут заниматься у нас автомобилестроением, наша направленность парка автомобилестроения. Вот на этом слайде видно, что наш якорный резидент будет производить полуприцепную технику, также будут размещаться резиденты, которые участвуют в смежной технологической цепочке для поставок комплектующих и материалов именно для нашего якорного резидента. Наш технопарк находится в городе Туймазин. Это республика Башкортостан. Недалеко от федеральной автодороги номер 5 на границе с республикой Татарстан. По объектам инфраструктуры. Наша площадка обеспечена всеми энергетическими составляющими. Это как электроснабжение у нас 4 мегаватта, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Также мы планируем строительство своей котельной, которая обеспечивает будет теплом эту площадку всю. Также мы обеспечиваем транспортную инфраструктуру. У нас внутренние автодороги, 1900 метров, парковки. К нашей территории подходят железнодорожные пути. То есть это все способствует комфортной работе наших резидентов. Из объектов технологической инфраструктуры мы планируем создать конференц-зал на 100 посадочных мест, переговорную на 25 человек, дальше бизнес-инкубатор на 20 рабочих мест, где мы планируем обеспечить данные объекты инфраструктуры всеми мебелью, техникой, оборудованной для проведения мероприятий в данных объектах. Также на производственной площадке мы планируем сейчас и ведем переговоры, уточняем, выясняем потребность арендаторов на оборудование, которое они могут использовать в совместной деятельности. В частности, на сегодняшний день есть сварочные посты, которые необходимы всем арендаторам. Но по загруженности они им всем, каждому не нужны. Они нужны на определенный вид операции. Также у нас подписаны уже соглашения с тремя резидентами, которые готовы занять у нас 6,5 тысяч квадратных метров производственных площадей. Но на сегодняшний день наш якорный резидент нам сообщил, что ему нужно будет еще 10 тысяч квадратных метров, так как они расширяют свой выпуск продукции своей. Вот здесь на этой слайде показано соответствие нашего парка поставлений 1863. Вот отразили моменты все. Мы планируем участвовать в поддержке по постановлению 11.19. Примерный объем инвестиций, который нам нужен для проведения работ. По реконструкции это 1,73 миллиона рублей. И возраст субъекта 536 миллионов. Из них мы... Вот на этом слайде видно, что бюджет субъекта, который будет участвовать, будет участвовать бюджетом 650 миллионов. У нас на сегодняшний день подписано соглашение с Республикой Баспетхастан. Это подписано не у нас, подписано у КАМАЗа, что Республика эти деньги выделяет. Мы сами инвестируем 423 миллиона рублей в этот проект. Ну, и перечень затрат в Одессе расписали. Туда расходуется 1,73 миллиарда. Подорожная карта. Реализацию проектов мы планируем закончить в 2022 году. То есть вот все мероприятия, которые вот здесь вот отражены, они выполнены. То, что касается госэкспертизы, мы получили положительное заключение на проектную часть. Сейчас работа ведется со смертной документацией. Вот из этого слайда видно, что какие услуги предоставляются стоимости, срок окупаемости на проект 15 лет. Есть бизнес. Вот здесь основные цифры. 50-е из бизнес-модели нашего якорного арендатора. То есть проект выйдет на полную мощность уже на третий год своего функционера. завершать ваш доклад. То есть итого мы получим около 600 миллионов рублей отчислений по всей уровне бюджета по итогам года. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за ваш доклад. Так, уважаемые эксперты. Да, вопрос поясните, пожалуйста, почему проект приняли решение реализовывать в форме промышленного технопарка. Потому что у меня тут вопрос возникает, ну так вроде, знаете, как в целом более-менее понятен проект. Вопрос возникает, вот я когда увидел объекты технологической инфраструктуры, конференц-залы, бизнес-инкубатор, ну, знаете, как наверное, формально это, конечно, можно как-то подтянуть по требованию постановления 1863, но, честно говоря, мы всегда к таким историям довольно осторожно относимся, потому что, ну, если вы, в принципе, вижу, вы погружены, да, в нормативную часть требований к промтехнопарку, тем более, если вы там выбрали уже конкретную меру поддержки, это, ну, соответственно, освоение продукции, там, либо инновационной, либо имеющей в любом случае новизну какой-то признаки, да, и, соответственно, инфраструктура необходима для разработки. И просто, что конференц-зал, что бизнес-инкубатор, это, в общем-то, ну, по сути, офисные площади, там, которые, ну, такие, знаете, рабочие места, по сути. И когда, ну, просто очень, просто здесь надо, как-то, наверное, более четко этот момент проработать, потому что, если вы сознательно выбрали форму промтехнопарка, то, вероятно, резидентам требуется так или иначе помочь, да, предоставить инфраструктуру для разработки, для испытания продукции. Просто я этого ничего не услышал. Инфраструктурные проекты, они находятся в разработке, мы их доработаем и предоставим. Ну, очень рекомендую заняться этим, потому что, когда к нам зовет заявка 1863 с такими двумя объектами технологической инфраструктуры, ну, мы, как минимум, будем очень серьезно разбираться, все-таки, какая там разработка продукции будет проводиться в бизнес-инкубаторе, поэтому рекомендую проработать. Это мы сделаем и предоставим. А вот вопрос по поводу разработки. Седьмой слайд, можно резиденты предварительно, да, которые вы идите, можно на седьмой? Коллеги, будьте добры, на седьмой слайд. Там, по-моему, у вас везде стоит расширение производства. Что-то новую продукцию планируют осваивать в рамках? Нет, здесь новая продукция будет. Новая? Новая продукция, да. Ну вот тогда здесь не расширение производства? Вот освоение нового продукта. Смотрите, вот этот резидент, он будет выпускать автомобильные прицепы. То есть он выпускать новые прицепы, он это не расширяет производство, это новое производство. Для него это новая продукция, он ее будет разрабатывать. Да, для него нового производства. Понятно. Можно задать вопрос? Смотрите, если формально, вот просто формально, там был указан бизнес-инкубатор и конференц-зал. Вроде как формально, не придерешься, но здесь я хочу сказать, действительно идеология, идеология технологической инфраструктуры заключается в содействии резидентам в освоении выпуска промышленной продукции. В переводе на русский язык это вы должны нам сказать, как вот этот объект, он будет способствовать освоению. Понятно? Да. Получается, вот вы вроде как, никто же не против, если у вас будет там конференц-зал, никто не против. Но вы должны тогда сказать, конференц-зал не нужен, потому что вот эта компания приходит сюда, она здесь собирает своих разработчиков, проводит какие-то испытания или презентует материалы, а потом это внедряется, например. Понимаете? А у вас получается, что вы выбрали два объекта и как они будут способствовать. Вот здесь ключевое, я сейчас коллеги обращаюсь еще и к залу. Вот ключевое, ключевое это термин освоение промышленной продукции. Посмотрите, законодательное определение термина освоение промышленной продукции. Это выпуск новой или кратное расширение выпуска продукции за счет коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Вот, к сожалению, что первый доплачет, что вы не отвечаете на этот вопрос. Формально вы все правильно пишете, но прежде всего разберитесь в идеологии. Вот именно в идеологии. Хорошо? Пока она не совсем правильная. Возможно, даже то, что вы написали, надо просто правильно как-то говорить. К сожалению, мы это сейчас не услышали. И позвольте, Коллеги Викторович, таймер. Сейчас, сейчас, прям секунду. Сейчас, сейчас. Пожалуйста, конечно. Здравствуйте, коллеги. Просто мы немножко растеряемся, хотя мы находимся в одной материнской компании, Кипмастер. У нас Димитровоградский индустриальный парк, здесь Туймазинский индустриальный парк, но материнская компания везде, Камский индустриальный парк. Действительно, в презентации есть акцентирование внимания на вот эти залы, в которых проводятся консультации и так далее. Но основное, вы, наверное, может быть, ну, скажем так, было быстро сказано, незаметно, основное, это организация специфических, специфических, значит, сварочных постов. И так как это, на самом деле, направление машиностроения, то вот такие именно специфические сварочные посты, они всегда не нужны. Но, значит, затрачиваться на их, скажем так, покупку президентом тоже смысла нет. Что такое специфические посты? Это определенные узлы, которые постоянно не нужно говорить. Вы сейчас уходите на вашу терминологию, но мы в рамках законодательного поля живем. Перечень объектов технологической инфраструктуры, он жестко определен. Он может рано или поздно расшириться, но вот сейчас он есть вот такой, как он есть. Если ваши вот эти технологические узлы, которые вы называете, попадают, я не знаю, в центр коллективного пользы оборудования, так надо и говорить. Потому что нам, вы же поймите, вы здесь все профессионалы собрались, если вы будете оперировать свои терминологии, мы ее не понимаем. Мы понимаем ровно так, как написано в постановлениях правительства. Хорошо? Коллеги, спасибо. Сейчас, давайте до конца я скажу еще. Смотрите, краткие замечания на слух воспримите, но потом, если надо, вы подойдите, возьмите у Алексея Николаевича замечание, смотрите, по вашей презентации пробегу. Значит, первое, у вас не соответствует заявленное количество резидентам, итоговую, вы заявили 10, а у вас показано всего лишь 3. Дальше, имущественный комплекс не соответствует требованиям по заполняемости площадей резидентами не менее 50% полезной площади промышленного технопарка. В текущей конфигурации резидентами заполнено 27%. Далее, по поводу конференц-зала и бизнес-инкубатора уже было неоднократно сказано, повторяться не буду. Дальше, на 10-м слайде у вас объем бюджетного финансирования указан неверно. При реализации проекта промышленного технопарка частной формы собственности по постановлению 11.19 управляющая компания может рассчитывать на возмещение своих затрат не более 50%. Да, но более нам дает республика. Я говорю, что больше средств мы даем. Вот, наверное, вот такие замечания. Посмотрите, еще раз говорю, воспринимайте исключительно так. Все это мы исправимся. Спасибо за замечание, спасибо за ваш доклад. Уважаемые коллеги, приглашаю Камский промышленный технопарк мастер. Прошу подготовиться коллег из промышленного технопарка ЗЭМ. Добрый день всем. Я представляю проект по созданию Камского промышленного технопарка мастер. Вот хочу сразу сказать, почему мы выбрали формат промышленного технопарка. Так как у нас опыт китмастера именно создания индустриальных парков, это в основном связано с тем, что с объемом поддержки. Как все знаете, для индустриальных парков это 15 миллионов рублей на один гектар. Это буквально совсем немного для особенно индустриальных парков типа Бранфилд. С этим мы решили пойти по пути создания промышленного технопарка. Промышленный технопарк планируем создать в городе Набережной Челны, который подразумевает под собой реконструкцию производственных площадей общей площадью 72 тысячи квадратных метров, создание обеспеченной всей инженерной, коммунальной, технологической инфраструктурой. Площадь земельного участка 10,8 гектар. В основном планируем разместить порядка 10 резидентов на данной территории, также в автомобильной промышленности. Это вот схема производственного корпуса, так как производственный корпус не обеспечен административными корпусами, планируется создание бизнес-инкубатора и логистического терминала. также планируется строительство парковки на 6 тысяч квадратных метров. В качестве технологической инфраструктуры в рамках центра коллективного пользования планируем создать логистический центр, в котором резиденты могут быть использованы погрузчики, доковое оборудование, речтраки, бизнес-инкубатор на 24 рабочих места, обеспечены необходимым оборудованием, выставочный зал для того, чтобы резиденты могли подставлять свою продукцию. На сегодняшний день подписаны договоры о намерениях с четырьмя резидентами, также проработки у нас есть еще порядка пяти резидентов, но, к сожалению, на сегодняшний день еще договоры о намерениях не подписаны, поэтому они не представлены на слайде, а так очередь у нас на производственной площади просто великая, все они ждут, когда же мы реконструируем нашу следующую очередь развития. Проанализировали требования 1863 восстановления, всем требованиям мы соответствуем. Планируем привлечь субсидию в рамках 1119. Общую стоимость, ну, проанализировали показатели планируемые, которые будут получены нашими резидентами при возмещении в течение пяти лет этим показателям мы соответствуем. Реализацию нашего проекта мы начали еще в 2020 году. За 2020-2021 год выполнили строительные монтажные работы на 821 миллионов рублей. В 2022 году планируем завершить эти работы, стоимость которых 521 миллионов рублей, и на них планируем привлечь государственную поддержку в рамках 1119. В связи с этим, с учетом последних изменений 1119, размер поддержки может составить 261 миллионов рублей. То есть 50% от тех средств с которым мы получили заключение госэкспертизы. Это структура наших затрат, мы планируем реконструкцию имущественного комплекса, создание технологической инфраструктуры, благоустройства территории, создание транспортной инфраструктуры. Это составленная дорожная карта. На сегодняшний день проект сметной документации разработан, на нее получено положительное заключение госэкспертизы, как на проектную, так и сметную документацию. Пакет документов для аккредитации технопарка разработан, в ближайшее время будет направлен. Управляющая компания промтехнопарка планируется оказывать такие виды услуги. Прогноз выручки инвестиций представлен на слайде. НПВ составит 22,6 миллионов рублей, срок покупаемости 10 лет. В результате создания промышленного технопарка планируется резидентами получать выручку до 900 миллионов рублей в год при выходе на проектную мощность, налоговые платежи порядка 89-90 миллионов рублей. Все на этом. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Спасибо. Ну, два вопроса у меня. Первый, ну, принцип примерно такой же, как мы предыдущему выступающему задавали относительно выбора формы промтехнопарка, потому что, ну, как сказать, аргументом относительно нормативы возмещения, он, конечно, понятен, но все-таки можно прокомментировать, ну, вопрос тот же, то есть, какая потребность у резидентов ваших, потому что, ну, мы знаем там про, естественно, индустриальный паркмастер, с ним, скажем, основной, который ваш, понятно, что вы уже как сеть работаете, но тем не менее, и там же площадей достаточно много, и, ну, как сказать, очень много, и здесь вопрос, наверное, вот хотелось бы более подробно и, наверное, сейчас прокомментировать, но и впоследствии, когда вы будете документы подавать на аккредитацию, там, по господдержке, в чем потребность резидентов именно в форме промтехнопарка, ну, то есть помимо производственных площадей, потому что там центр коллективного пользования, логистический центр, ну, вы сами там можете его назвать как угодно, но с точки зрения определения технологической инфраструктуры законодательного, это не может быть логистический центр, то есть это инфраструктура, которая необходима именно для разработки, освоения производства продукции, ну, либо продвижения, там, то, что касается, там, всех конференц-залов и так далее, но логистика, это, еще раз, это, что никто не против, что это будет в парке, но, наверное, это нужно резидентам, конечно, складские площади, там, терминал, там, какой-то погрузчики и так далее, но это не технологическая инфраструктура, поэтому вопрос, кучевой все-таки, вот, в рамках процесса разработки, производства, освоения производства продукции резидентов, какая специализированная инфраструктура им в этом промтехнопарке нужна, потому что я боюсь, что вот с аргументом, что, ну, вот, нам просто более, там, интересно заходить по нормативам, еще раз, он понятен этот аргумент, но он недостаточен для того, чтобы этот проект можно было аккредитовать как промтехнопарк и дать ему соответствующую поддержку, вот, если можно сейчас прокомментируйте или там просто к сведению примите, как вам. Ну, вот в части без инкубатора это понятно, что это требуется, так как у нас нет административного корпуса, а резидентам в любом случае где-то надо размещать свой административный персонал, да, то есть это как бы понятно. Касательно логистических услуг, в любом случае резидентам же требуется та же доставка продукции. Это сделано для тех целей, чтобы грузовой транспорт не заезжал внутри корпуса. Еще раз, вот с точки зрения деятельности резидентов, для чего им это нужно, здесь можете даже не убеждать, это понятно, здесь все это понимают. Ну, просто я, вы просто тогда прошу на прием пока сработать, да, и там не обязательно на все вопросы сейчас иметь ответы, просто когда вы эту заявку подадите, вот для того, чтобы все-таки этот проект мы могли поддержать как промтехнопарк, а в реестр включить как промтехнопарк, все-таки должны быть какие-то более убедительные обоснования именно технологической инфраструктуры, такой, как там инженеринговый центр, возможно, оборудование коллективного пользования для разработки продукции, для испытаний. тем более, что, я так понимаю, как раз там у КамАЗа, да, сейчас огромная будет потребность в импортозамещении различных компонентов, наверняка поставщики уже работают в этом направлении. И второй у меня вопрос еще, вот был слайд с площадями, там достаточно большие площади, там 60-70 тысяч квадратных метров, 72 тысяч квадратных метров. Это реконструкция, правильно? Реконструкция площадей. Просто, знаете, тоже, наверное, вы говорите очередь большая резидентов, но хотелось бы верить, что это так, но вы даже показываете 72 тысячи всего, и сейчас там несколько резидентов на 12 тысяч, то есть немножко не вяжется. Поэтому здесь, опять же, конечно, в рамках аккредитации, но мы можем, конечно, аккредитовать и промтехнопарк, где там всего один резидент, нам, в общем, в этом плане это не так важно, но с точки зрения потенциала проекта именно по 11-19, вы же знаете, этот механизм, что он через налоги работает. И здесь, конечно, к моменту подачи заявки, если вы планируете подавать, ну, регион планирует подавать, то, конечно, президентам нужно будет проработать более детально. не менее 50% должно быть именно для 11-19, это мы в курсе, просто отобразили пока только заключенные договоры. Ну, отразить потенциально, потому что как-то вот там меньше, чем пятая часть. Понятно, да. Спасибо. Тоже вам спасибо за презентацию, несколько комментариев. Хорошо? Учитывая, что у нас предзащита и это, что называется, не избиение младенца, не критика, оказания такого содействия со стороны экспертов. Смотрите, вот вообще даже не буду комментировать презентацию, а попрошу вас, вот когда вы будете, вернетесь к себе, поставить перед собой один единственный вопрос. Вот с чего надо начинать? Первое. Вы должны собраться с вашим коллективом и сказать, открыть приказ Минпромторга, что такое технологическая инфраструктура. Причем, когда мы с вами употребляем термин центр коллективного пользования, мы почему-то хвостик пропускаем, а там только два хвостика. Это научным оборудованием и... Промышленным. И научным. Научным. Здесь научно... Да, научно. Да. Так вот, мы почему-то хвостик упускаем с вами, а с правой стороны от перечня объектов технологической инфраструктуры расшифровано, что это такое. И вправо-влево это уже расстрел. Хорошо? И вот вы должны себе сначала сказать, так, есть площадь, вот сейчас стройку не берем, хорошо, это само собой разумеющееся, что я хочу видеть в виде объектов технологической инфраструктуры. И все, как говорится, думать не надо, за вас уже придумали. Плохо или хорошо, уже придумали. Ваши определили эти два объекта, вопрос номер два, а вот эти объекты, они что будут делать моим, вот в этой очереди, которая у вас есть? Что они будут делать? Сертифицировать, испытывать и так далее. Вот без этих двух ответов на эти вопросы, все остальное с цифрами вы справитесь, это вообще ерунда. Сначала с идеологией разберитесь, все остальное вы упакуете красиво, хорошо? Вот сейчас пока самое слабое звено, доклад он должен быть таким, уважаемые коллеги, мы создаем промышленный технопарк. Объектами технологической инфраструктуры будет лаборатория, центр сертификации. Лаборатория будет проводить испытания этой и этой компании, центр сертификации будет осуществлять контроль качества выпускаем продукции и на начальном этапе осваивать выпуск таких-то запчастей для вот этих компаний. Все. Вот такой доклад должен быть. А все остальное это уже техника. Понятно, спасибо. Спасибо. Благодарю. Буквально один маленький комментарий. Во-первых, спасибо большое за проработанную презентацию. Рад, что членов ассоциации развивается портфель проектов, в том числе в сторону технопарков. У меня единственный комментарий. Вот вы честно, спасибо вам за честную позицию касательно выбора формата. Я не знаю, в этом ключе, может быть, Леонид имеет смысл анонсировать ваши планы по изменению заказательства для тех проектов, которые как раз находятся на границе между индустриальным парком на технопарки. То, что вы готовите сейчас по 11-19, не знаю, можно ли об этом говорить или нет. Мы тоже очень много обращались и в ассоциацию. Давайте, чтобы не затягивать дискуссию, просто у нас проектов много, можем на полях. Анонсировать официально чуть рановато, потому что хотя бы мы унесем в правительство, но у нас действительно есть сейчас планы, во-первых, по увеличению норматива, мы планируем в два раза увеличить, который сейчас прописан, в 11-19, потому что в 13-25, потому что норматив этот закладывался в 2014 году, даже там по официальным индексам и дефляторам на 50% по факту и в два раза стоимость возросла. И плюс, конечно, да, у нас очень много сейчас примеров по индустриальным паркам Браунфилд-формата, либо там с небольшими относительно земельными участками, и мы планируем норматив возмещения ввести по квадратным метрам для индустриальных парков, но, опять же говорю, чуть-чуть преждевременно, потому что мы еще, ну, немножко позже, наверное, уже там официально эту историю заявим, потому что, ну, сначала нужно нормативную работу провести. Ну, это в этом году, да, будет? Коллеги, спасибо. Ну, надеюсь, что в этом, да. Да, коллеги, извините, самая главная рекомендация, роднобережная Челны, это же моногород, посмотрите 13-25. Я вижу, что коллеги посмотрели 11-19, у нас для моногородов показатели в два раза снижены, я увидел, что вы это учили, поэтому здесь как раз вот хорошо, что есть альтернатива, потому что регион может две разные формы тоже выбрать. Спасибо. Так, прошу подняться коллегой из промышленного технопарка ЗЭМ. Прошу подготовиться к проекту создания и развития промышленного технопарка металлоконструкция. Вот так, удобнее. Самому, если я тебе попросил. Уважаемые коллеги, всех приветствую. В первую очередь благодарю организаторов и всех участных лиц за организацию и возможность представления, демонстрации концепции развития промышленного технопарка ЗЭМ. Стараюсь кратко рассказать о нашем технопарке и показать его внеслимые возможности для компании малого и среднего бизнеса и в целях освоения продукции промпроизводства. В двух словах расскажу о технопарке, о его характеристиках и планируемых мерах господдержки. Технопарк находится на базе группы предприятий электромашина, которая входит в состав концерна Уралового гонзавода и госперпорации Россия. Это оборонное предприятие и, собственно, на базе данного предприятия мы организовываем промышленный технопарк ЗЭМ. Он находится в промышленной зоне, соседствует рядом от Челябинского трубопрокатного завода, Челябинский механический завод, который производит краны на автомобильной платформе. Поэтому у нас достаточно сконцентрированная такая промышленная площадка, которая объединяет достаточно много компетенций. общая площадь технопарка порядка 20 гектар, площадь производственных помещений офисных и складских порядка 140 тысяч квадратных метров и, так скажем, есть резидентам, где развернуться и использовать именно те возможности, которые мы представляем. В рамках мер, в рамках господдержки мы планируем использовать постановление 17.04 и эту меру, так скажем, я вижу как наиболее оптимальную в нашем случае. В целом у нас технопарк находится относительно недалеко от центра, есть и трудовые ресурсы, и достаточно близко находится аэропорт и кандиральные трассы в том числе. Специализация промышленного технопарка основывается на специализации якорного предприятия и она это электронное приборостроение, электрический транспорт, интеллектуальная система управления, основополагающая энергосберегающая светотехника. Мы планируем для резидентов технопарка предоставлять все компетенции якорного предприятия, в том числе это и производственные возможности, и в том числе это компетенции сотрудников предприятия, начиная от конструкторов, технологов, метрологов и заканчивая финансовыми и юридическими службами. То есть для резидента мы планируем оказывать полный спектр услуг, чтобы минимизировать все операционные издержки, и чтобы резидент был направлен на создание нового продукта и думал только о том, как бы это все оптимизировать и продать на рынок. В целом производственный комплекс достаточно обширный, включает в себя более 10 производственных переделов и замыкает полностью технологический цикл. Для резидентов имеется возможность использовать каждый передел и дозагружать оборудование, которое на текущий момент загружено в неполной мере. В промышленном технопарке у нас сейчас мы подаем на два объекта технологической инфраструктуры, это инженерировый центр и лаборатория. Они нам позволяют инженерировым центром помогать в доработке конструкторской документации, в помощи доработки технологий производства. То есть если имеется КД, то возможность доработки, если отсутствует КД, то возможность разработки. То есть полностью мы готовы замыкать цикл по ходу БЕСИДИ, готовы взаимодействовать. Также лаборатория, соответственно, мы здесь готовы оказывать услуги по спектральному анализу, измерению геометрии деталей, метрологическим поверхам и так далее. Касательно резидентов. На текущий момент у нас размещены три резидента, это яхтарные предприятия и две небольшие компании малосреднего бизнеса, которые занимаются мехобработкой и производством панелей и клавиатур. Достаточно уникально. Имеется достаточно большое количество заявок, но поскольку у нас есть все-таки своя специализация и определенные свои критерии отбора достаточно жесткие. Мы относимся очень тщательно к каждой заявке и планируем достаточно расширить зону именно резидента политики, связанной в том числе с дальнейшим размещением резидентов на площадке индустриального парка техники. То есть у нас такая планируется кооперация. Сначала мы возращиваем резидента на нашей площадке промышленного технопарка, даем ей полностью производство возможностей для создания какого-то прототипа, начинаем некое опытное производство, переходим в серию, а дальше если есть возможности потенциала для рынка, мы передаем производство уже на индустриальный парк техники, который находится в двух километрах от нашей площадки. Поэтому у нас прямая кооперация и взаимодействие имеется. Ну и стратегия расширения и масштабирования деятельности любого резидента. По соответствию постановлению 1863 у нас по всем параметрам все соответствует. Некие договоры распоряжения по имуществу находятся в стадии заключения. Касательно господдержки планируется на создание инжинирингового центра инновации. Будет и другой центр, где будут располагаться рабочие места с программным обеспечением неким уникальным оборудованием для резидентов, которые будут дополнять технологическую цепочку уже имеющегося оборудования, но которое отсутствует. Конечно, здесь переведены цифры, которые еще были до введения этой ситуации. Сейчас это все необходимо пересматривать, но тем не менее в первоначальном варианте рассматривается порядка бюджет проекта 300 миллионов. Здесь расписаны статьи затрат, куда направляются средства. Касательно дорожной карты у нас находится в заключительной стадии подготовки документов в рамках постановления 63. Ждем некие документы в части распоряжения имущества планируем в 3-м квартале поддать документы к Минхром и пройти аккредитацию. В инвестиционную стадию планируем начать с разработки проекта смертной документации до этого в конце этого года и проведение мастер-комонтажных программ в начале следующего года. Все же опять зависит от ситуации сегодняшнего. Кстати, на услуг мы предоставляем полный перечный услуг, используем все компетенции наших сотрудников и еще раз повторюсь, хотим, чтобы президент был направлен на инновацию продукта, на расширение рынков сбыта и уменьшение именно издержек операционной деятельности. Касательно данных показателей отмечу, что на 1 рубль бюджетных комиссий будет приходиться около полутора рублей налогового подчисления во все бюджетные фонды Российской Федерации. Ну и собственно команда проекта, с помощью которой мы реализуем этот проект и он станет у нас одним из таких неординарных. И еще хотелось бы отметить, чем все-таки отличается наш технопарк от может быть большинства даже, которые представлены на текущий момент Российской Федерации. То есть у нас имеется для резидента это производственный персонал. То есть мы предоставляем трудовые ресурсы и возможность минимизировать такие издержки. И в том числе мы все прекрасно понимаем, что в наше время производственный персонал это большая проблема. То есть найти персонал, который будет постоянно работать в течение 24 часов это всем известно. Инженерно-технический персонал аналогично. конструктора, технологи, метрологи, фоносисты, юристы также имеют место быть. Возможность участия резидента в кластерах яхтарного предприятия. Это открывает большие возможности для расширения рынков сбыта. Помимо этого необходимо понимать, что электромашина входит в УВЗ, УВЗ входит в РОСЕ и здесь уже можно рассматривать гораздо шире его масштабирование и производство даже прочей инновационной продукции. Индивидуальная ценовая политика для каждого резидента нет места быть. Спасибо за внимание. Спасибо за ваш доклад. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Да, у вас наиболее проработанный проект на данный момент интересный и такой вопрос. Из имеющихся площадей 130 тысяч квадратных метров занимает один резидент. В остатке 7 тысяч. Это вот под тех двух-трех резидентов, которые вы указали на слайде. помимо этого хочется отметить, что в рамках даже 130 тысяч квадратных метров имеются площади, которые возможно... Можете в микрофон говорить, просто у нас еще ВКС идет, по зуму тоже нас смотрят. Еще раз повторюсь, что в рамках даже 130 тысяч квадратных метров имеются производственные площади, которые возможно оптимизировать и в случае необходимости их предоставить резиденту. Еще есть такая позиционирование у нас как промышленный технопарк контрактного производства. То есть мы нацелены, опять же, повторюсь, чтобы у компании было по большей части именно идеи и уже возможно разработанный продукт, а мы уже ему предоставляли наши производственные площади и в случае необходимости, если у нас отсутствует мощности, мы бы его размещали на площадях на оптимизированных. То есть такая возможность имеется. А на 19 гектарах эти 137 тысяч квадратных метров сколько процентов заполняют? ориентироваться на нормативы. Если как пятно в этом. То есть место для новых площадей имеется? Нет, я имею другое. Есть производственные цеха, которые возможно оптимизировать и там выделить площади для резидентов в рамках имеющихся площадей. То есть не создание новых коробок, хотя такая возможность имеется. Понятно, услышал. Спасибо. И второй вопрос. Рассматривали ли такую возможность как использовать механизм радиоэлектронного промышленного технопарка? Ваш регион подходит под этот мероподдержку? Наш регион подходит, да, но здесь идет все-таки в рамках данного постановления производство электронной компонентной базы. Мы компетенциями здесь, так скажем, не сильны, но больше и больше задумываемся по применению данного постановления. Необходимо более тщательная проработка в части производства продукции именно, конечно. Потому что здесь есть подозрение, что мы можем не подойти в рамках данного постановления. Да, у нас имеется производство и печатных узлов, печатных блоков, жготовых узлов и так далее, да, но нужно смотреть и обсуждать. Ну, подумайте тоже. Да, конечно. Вот вопрос тоже, который сейчас затронули относительно 130 тысяч, конечно, здесь надо чуть более подробно. вот смотрите, что из себя представляет проект промтехнопарка с инвестиционной точки зрения. Ну, на данный момент, как вы его видите. Ну, я имею в виду проект, это же какой-то набор мероприятий, да, и соответствующие инвестиции. Вот что он из себя представляет? Реконструкция площадей, строительство, приобретение оборудования. Что именно? Именно в проект, который представлен здесь, да, по касателям вот этих инвестиций в 300 миллионов, это именно реконструкция объекта текущего, который уже есть, и реконструкция, и приобретение технологического оборудования, программного обеспечения для создания... Я понял. Площадь реконструируемая, она какая? В 300 миллионов? В порядке 5-6 тысяч. Вот. Тогда все-таки почему вы приняли решение промтехнопарком накрывать там все площади, по сути, действующего завода? Вот это не совсем понятная история. Потому что используются здесь это площади даже, именно они будут под управляющей компанией, а не завод, он, да, размещает производство на данных площадях. Но мы позиционируемся как действующих технопарков. В настоящее время вот эти 130 тысяч, они кому принадлежат? Электромашине или уже управляющей компанией? Управляющая компания на праве аренды сейчас в стадии исключения. То есть, ну, а собственник кто? Не электромашина, которая ведет производство. Не электромашина. Ну, то есть, какая-то головная структура, там, холдинговая, вы же... Другой рулиси. Я понял. Я понял. Просто смотрите, вопрос я этот к чему задаю? То есть, понятно, что я-то, в принципе, помню ваш проект еще достаточно давно начинали, действительно определенный уровень проработки виден и уверен, что у вас там все получится и с коммерческой точки зрения. Вы действительно в рынке, вы понимаете и потребности там резидентов. Здесь вопросов у меня нет особо. У меня вопрос больше с точки зрения вот упаковки этой истории в промтехнопарк. Поясню сейчас почему. Тем более там для Челябинской области это тоже актуально, потому что есть и льготы. И если вы там накрываете промтехнопарком там большую площадь, в принципе, управляющая компания имеет право соответственно воспользоваться льготами. Опять же, я почему спрашиваю общие собственности, потому что это может быть льгот по налогу на имущество, например. И вот в этом случае, вот еще раз, как бы то, что вы говорите там 6-7 тысяч вы реконструируете, вопросов нет. Возможно, новое какое-то строительство будет. Но когда мы там берем большие площади, 130 это большая площадь, да, тысяч, и там позиционируем как промтехнопарк, но здесь как бы с точки зрения обоснованности применения возможной льготы, естественно, возникают вопросы, что, ну, как бы, а в чем эффект, да, вот он, вот этот вопрос, он в таком проекте, он всегда будет. Я понимаю. Давайте. Первый момент, да, касательно региональных, региональных льгот, имущественный налог не будет применим, это необходимо менять законодательство, потому что имущественный налог платит собственник имущества, да, земельный налог аналогично, здесь возможно только применение инвестиционного налогового вычета, да, для, наверное, для управления компанией-ресидентов. Это часть региональных налогов, поэтому здесь, к сожалению, великому, да, этими мерами невозможно воспользоваться, поэтому вот так вот это все дело прорабатывалось, и я участвовал все это. То есть, по сути, и другими словами, да, там, вы таким образом проект видите, что, в принципе, ну, резиденты, все или большинство, которые вы будете привлекать, они так или иначе будут в кооперации с, вот, якобы на предприятие, и, по сути, это должна быть некая там единая конструкция с точки зрения управления проектом. Вот этим и мотивировано то, что у вас там один резидент будет занимать там 90% площадей. Совершенно верно, да. Ну, понятно. Такая позиция. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас, опять же, здесь просто, ну, я увидел там, да, 17.04, просто это тоже момент важный, потому что 17.04, это же тоже учет федеральных налогов, да, то есть, если, ну, вы, если изучали механизм 11.19, это мы сначала там резиденты платят налоги, потом федерация возмещает, здесь как бы обратная ситуация, субъект получает право эти деньги вложить, ну, там, передайте там, в данном случае, управляющая компания, а дальше, соответственно, будет отчитываться в Минэко, Минфин федеральный по объему федеральных налогов. И вот здесь, по крайней мере, в таком проекте, вот если, ну, мы же тоже будем согласовывать, если у 17.04 субъект заявку подаст, вы обратите внимание, что тогда нужно обосновывать это все-таки налогами не электромашины, а тех резидентов, которые будут непосредственно этим объектом пользоваться. Там, в принципе, сумма, ну, там, не миллиарда рублей, поэтому я думаю, что-то там за 10 лет наберется, ну, просто вот это, обратите внимание, это вот в данном случае такой важный момент, краеугольный, потому что иначе это будет выглядеть как попытка там налогами крупной компании, которая, в принципе, и так работала и работает, и дай бог, у нее все будет хорошо, ну, по сути, там, выбить дополнительные федеральные меры, это вот не очень правильно было бы. Безусловно, это все зависит от резидентной политики, до которой мы изберемся. Мы не будем, ну, я вас услышу. Ну, да, вот, примите это к сведению, важный момент. Спасибо, коллеги. Так, спасибо за доклад, уважаемые коллеги. Попрошу подняться проект создания технопарка металлоконструкция. Прошу подготовиться проект создания развития промышленного технопарка у Ульянс Мебель. И, уважаемые коллеги, хотел бы предупредить, у нас плавающий кофе-брейк, поэтому, если кто-то хочет, вы можете выходить, подкрепиться и возвращайтесь. Да, добрый день, коллеги, друзья. Меня зовут Рябиков Игорь, я и мой коллега, мы команда трех проектов. Мы сейчас представим проект промышленного технопарка металлоконструкция. Прежде всего, хотелось бы отметить, что все три проекта, которые мы представляем, реализованы и создаются в соответствии с стратегией пространственного развития Российской Федерации, в соответствии с стратегией развития промышленности региона. И все три этих проекта, про которые мы будем рассказывать, являются базовой инфраструктурой созданных и аккредитованных кластеров Ульяновской области и создаваемых кластеров и аккредитованных. Лишь один из проектов следующий будет как базовая инфраструктура под кластер, который не будет аккредитован, наверное, в Минпромторге, он региональным является. Промышленный технопарк металлоконструкции создается на базе крупного предприятия КТЦ металлоконструкции, который является лидирующим предприятием России по производству дорожных ограждений и имеет уникальные технологии в сфере обработки металлов. Но создается не на его имущественном комплексе. Для реализации промтехнопарка собственник приобрел соседний механический завод и на базе него мы создаем промышленный технопарк по обработке металлов и других материалов. Площадь технопарка вы видите, заявленная 51 тысяча квадратных метров. Хочу сказать, что уже сейчас собственник и управляющая компания фактически реализуют идею и развивают свой бизнес и данную площадку как промышленный технопарк, предоставляя различного рода технологические услуги и другие услуги технологических сервисов своим резидентам уже сейчас. Про место расположения мы с губернатором обсуждали недавно стратегию промышленного развития региона и руководители ассоциации наверное знают, что в Ульяновске все зоны развития расположены с левой части города и губернаторам поставлена задача сделать несколько зон развития точек промышленного роста именно по освоению промышленной продукции и освоению производственных цепочек и реализации проектов внутри производственных цепочек кластерных с правой стороны ввиду баланса трудовых ресурсов и здесь уникальность площадки заключается в том что с одной стороны это площадка которая позволяет размещать производство с тысячметровой санитарно-защитной зоной для обработки металлов это очень важно а с другой стороны она находится в непосредственной близости от крупных жилых микрорайонов транспортная инфраструктура наверное еще раз расскажу ну применю слово уникальность на площадке своя железнодорожная станция со своим кодом станции площадка непосредственно примыкает к федеральным дорогам и к выездам недалеко находится от аэропорта ульяновского с точки логистики очень замечательное расположение площадки и доступ ко всей инфраструктуре про направление и специализацию данной площадки сейчас бизнес который на площадке развивается это обработка металлов и все компетенции связаны с этим это и резкая и гибкая и собственно услуги по обработке там цинкованию ну и других сопутствующих вещей плюс развивается направление по обработке пластмасс и как мы его назвали сопутствующее машиностроение почему сопутствующее потому что есть проекты и переговоры и будущие резиденты про которых мы сейчас скажем которые используют в общем-то металлообработку крупную я буду говорить про крановое производство про производство башен больших сотовой связи крупную металлообработку в своих на интересах и собственно-то пользуют те вот именно то оборудование коллективного пользования которое про которое мы дальше расскажем площадка обеспечена всеми инженерными и транспортными коммуникациями очень выгодная площадка с точки зрения я уже как привлеченец инвестиций начинаю рассказывать с точки зрения размещения энергоемких производств там ставка если кого-то заинтересуется промышленных предприятий мы с удовольствием поговорим и предоставим там возможность разместиться ставка по электричеству у нас в районе двух рублей это создает дополнительные конкурентные преимущества наряду с выгодной логистикой и санитарно-защитной зоной является достаточно уникальной площадкой по развитию именно производства в таком направлении сразу скажу про мастер-план и про конкурс про ПСД мы как центр развития промышленности сейчас завершили фактически работу по разработке мастер-плана ПСД на стадии сейчас графики и разработки собственно уже конструктива на недостающих площадях или конструируемых оборудование коллективного доступа мы его разделили на несколько частей возможно будут сейчас ко мне вопрос что не все возможно не все оборудование возможно к субсидированию часть оборудования настроена на серийный выпуск какой-то продукции но тем не менее управляющая компания оказывает и сейчас и будет оказывать услуги на данном оборудовании это и токарная группа это и группа собственно которая уникальные вещи по покрытию различных металлов ну и сопутствующие все вещи которые возможны к использованию резидентом и это уже сейчас на балансе управляющей компании передается от материнской компании потому что сама материнская компания на 100% загрузить это оборудование не может фактически и в идеологии предоставляет его как коллективное также в рамках развития промышленного технопарка как оборудование коллективного доступа будет доступен лабораторный инжиниринговый центр покрасочная камера сейчас понятно уже есть зоны конференц зоны различные там я не знаю столовые ну и так далее сейчас это уже некая сформированная такая структура что касается резидентов потенциальных и существующих сейчас на территорию фактически подписаны договора и заходит 6 из обозначенных резидентов как я уже сказал это 2 из них связанные с материнской компанией но если говорить про бенефициаров 4 не связанные все это крупно ну крупное машиностроение использующее технологии по обработке крупноузловых металлов так скажем и 4 потенциальных резидентов потенциальные это не означает что у нас их нет они у нас есть но мы их здесь не пишем по причине того что мы еще не до конца договорились и собственно вот сейчас я слово передам потому что чтобы не надоедать одному коллеге по команде он продолжит Хамидулин Раслон добрый день коллеги ну в соответствии с постановлением 1863 управляющая компания и сам промышленный технопарк соответствуют всем требованиям сейчас управляющая компания собственно говоря это предприятие дочерняя структура головной структуры собственно говоря которая занимается инжинирингами в том числе и производственной производственной деятельностью но эта деятельность сейчас будет передаваться в основное предприятие собственно говоря после того как эти инжиниринговые мероприятия все прошли и это будет чистая компания которая на балансе будет собственно говоря сам технопарк промышленный и в том числе на баланс который будет собственно говоря приобретаться технологическое оборудование часть из которого уже сейчас присутствует по смете и планируем мерам поддержки предполагаем в рамках 11-19, возместить часть инвестиционных затрат управляющей компанией, в том числе основную долю, как вы видите, здесь занимают затраты на строительство нового корпуса, который они по сути предполагают в рамках реконструкции ранее существующего производственного корпуса предприятия осуществить. По источникам финансирования, собственно говоря, все финансирование осуществляется за счет средств материнской компании, ну и, собственно говоря, управляющей компанией промышленного технопарка. Основную долю, как вы видите, здесь занимает именно стройка и реконструкция. Да, и сама смета здесь также представлена, те очень крупненные позиции, в том числе предполагающие как демонтаж существующих зданий на площадке, сети и приобретение технологического оборудования. Календарный график здесь предполагает разработку ПСД, подготовку площадки в рамках текущего года, уже управляющая компания с работой начала производить, очистила площадку, территорию и обозначила те корпуса, которые, собственно говоря, в мастер-плане уже обозначены. Инвестиционная стадия проекта предполагает два с небольшим года, в рамках которого, собственно говоря, реконструкция корпусов и строительство нового корпуса предполагается. В рамках позиционирования управляющая компания предполагает оказывать не только стандартный набор услуг, связанный с предоставлением в аренду площадей промышленных технопарк, собственно говоря, производственных площадей, также все сервисные услуги, коммунальный клининг, охрана и так далее. И также услуги по предоставлению технологической инфраструктуры, собственно говоря, это как раз промышленное оборудование, которое есть сейчас частично на производственной площадке. По расчетам достаточно очень строгим, пессимистическим мы получили достаточно хорошие показатели окупаемости этого проекта для управляющей компании при объеме инвестиций в 600 миллионов рублей, там укропненно ARR 17%, дисконтированный срок окупаемости 10 лет. Ну и здесь представлены основные показатели, которые достигают управляющие компании. Как мы видим, по мере завершения инвестиционной фазы через два с половиной года начинается поэтапная загрузка площадей, большая часть из которых уже сейчас в принципе на этапе контрактации. Как мы видим, все основные показатели, в том числе объем инвестиций достаточно приличные получаются, объем отчислений более миллиарда рублей на десятый год реализации проекта, количество рабочих мест 505. Коллеги, спасибо за внимание, у нас все. Спасибо за ваш доклад. Коллеги, ну давайте с вопросов. С одной стороны, очень рад, что мы общались с вами, что вы движетесь в сторону и в том числе промтехнопарков, потому что действительно потребность в этом есть и в вашем регионе в том числе. Ну вот конкретно по этому проекту, знаете, по расчетам, конечно, можно слайд со сметой показать. Я думаю, что вы очень оптимистично подошли, крайне оптимистично, потому что построить новый корпус на 15 тысяч за 300 миллионов, то есть 20 тысяч рублей на квадрат и реконструировать за 150 миллионов 55 тысяч, ну может там, конечно, реконструировать нужно совсем мало, но я, честно говоря, тем более учитывая последние тренды, да, даже как в 2021 году вся стоимость повысилась, сейчас вообще прогнозировать сложно, но я думаю, что минимум раза в три вы, скажем так, здесь просто не досчитались и здесь же вопрос в том, ну понятно, что вы там, наверное, да, рассчитываете на меры поддержки и, безусловно, регион в этом плане имеет уже опыт, там мы сейчас там и по Заволжже мы там получили заявку по 11-19, в общем, там такая хорошая, в принципе, я думаю, что не будет с ней никаких проблем, но тем не менее, вот здесь же мой частный инвестор, да, будет вкладываться и вопрос же, потому что в любом случае при любой мере поддержки все равно частный инвестор там, по крайней мере, на первые там 2-3 года он на себя основную нагрузку берет и вот здесь совершенно точно проект не доработан, потому что, ну, еще раз говорю, те площади, которые вы заявили, ну, на мой взгляд, это стоит раза в 3-4 дороже, как минимум, это первый момент, ну, просто как обратная связь, я говорю, здесь обязательно сейчас как-то комментировать, просто вот первое, что бросается в глаза и сразу требует, как-то проработки дополнительной, более глубокой. И второй вопрос, вот у меня возник еще по технологической инфраструктуре, вот слайдик можно вернуться, он там где-то пораньше был в начале, вот это да. Смотрите, с одной стороны, ну, я вижу, что вы подошли к вопросу, там, скажем, более, наверное, детально, чем там до этого в некоторых выступлениях, да, было, что вы, в принципе, и задумали этот проект, да, и инвестор его задумал, как, наверное, действительно не просто размещение, но и предоставление необходимых услуг и оборудования, но вот я вижу по количеству даже металлообрабатывающих станков, которые вы здесь показали, там, под сотню единиц оборудования, здесь просто вы, пожалуйста, повнимательнее посмотреть, даже вот приказ наш, да, где вот эти 12 объектов инфраструктуры перечислены, центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, подчеркиваю слово опытным, потому что, да, безусловно, и лазерный станок, там, и токарный, и фрезерный, и другие, вот, в принципе, наверное, все вот эти виды оборудования могут использоваться в опытном производстве, но просто это какого масштаба должно быть производство, это, наверное, не знаю, там, ну, когда это там, не знаю, там, завод масштаба там того же УАЗа или ВАЗа, там, наверное, да, опытный участок может быть на 100 станков, но когда это все-таки относительно, ну, по сравнению с такими гигантами относительно компактный объект, но просто явно это оборудование для серийного производства, но, наверное, здесь не вопрос, что там Минпромторг там или регион будет запрещать вам как-то это называть, там, коллективное пользование, еще что-то, но просто вы с поддержкой такое оборудование сможете получить, потому что мы же проверяем обязательно, что это оборудование должно быть обосновано в использовании именно в опытном промышленном процессе, и это, ну, все-таки мне, вот, говорю, сложно представить, какой там объем должен быть производства серийного, чтобы вот такой участок был опытного, плюс там 18 грузоподъемных кранов, но явно это производственный процесс, поэтому в этом плане рекомендую структурировать, и в том числе, вот, ну, если даже вот отойти от этого комментария, просто вы его тоже примите к сведению, вот если как-то попытаться осметить это оборудование, ну, оно, наверное, тоже будет стоить там миллиарды рублей, скорее всего, и вот как-то у меня не вяжется это со сметой, где там вы на оборудование заложили 40 миллионов, поэтому вот здесь вот эти моменты надо обязательно как-то между собой синхронизировать. Это оборудование просто чистить в площадке, в которой есть? Сейчас ответим. Я с самого начала вот начал, когда свое выступление, сказал, что мы не будем заявлять в меры господдержки часть из этого оборудования, потому что оно является серийным. Но сама управляющая компания сейчас оказывает услуги на этом оборудовании. А какие услуги? То есть, смотрите, у нас же одно из базовых требований, что основным видом деятельности управляющей компании является именно управление промтехнопарком, то есть она сама производством это не должна заниматься. Для своих резидентов. Ну, то есть это аренда оборудования или это контрактная производство? Аренда оборудования в виде услуг. То есть в данном случае это не осуществляется силами штатных сотрудников управляющей компании, то есть резидент просто заходит и по договору арендует оборудование? Не, в принципе, нормальная история, но вы это как-то почетче просто отразите, потому что сразу вот какая-то путаница появляется. Я понимаю, что времени мало, но когда вы будете это в документах писать, вы обязательно вот это четко отразите. Спасибо. Хотел еще чуть-чуть ответить про строительство. Это оба корпуса готовые, то есть в одном корпусе, где 30 тысяч квадратных метров, вот он красным отмечен, там необходима реконструкция полов фактически и, ну так, въездных групп. А вот синим отмечен корпус, там уже готовы все основания, необходимо закрывать периметр и сметчики, ну собственно и строители пришли приблизительно. Ну иначе тоже просто на будущее вы как-то это отразите в презентации, потому что я говорю, ну восприятие-то по умолчанию такое, что вы там новый корпус строите, ну понимаете, поэтому здесь надо почаще. Коллеги, можно еще на слайд, где представлены резиденты? Обратите, пожалуйста, внимание, вот на 10-й резидент у вас, компания, бухгалтерские, юридические, консалтинговые IT-услуги. Ну то есть это не резидент? Арендатор. Понятно. Он не выпускает промышленную продукцию? Ну тогда надо его оттуда исключить. Коллеги, можно еще дальше вот, наверное, опечатка? Следующий слайд. Где показатели проектов? Так, вот смотрите, 25-й год, количество резидентов ноль, заполненность 16%, объем инвестиций 200 миллионов. Наверное, резидентов забыли. Я хочу сказать, что здесь сейчас речь идет о тех арендантах, которые занимают воздушную площадь, по которой сейчас соглашение, сейчас он находится в части промышленного технопарка. Собственно говоря, статус они будут получать только когда заключатся соответствующее соглашение и будут осваивать промышленную, производственную. А они уже эти инвестиции, получается, вложили? Точнее, нет. Это инвестиции тех резидентов, которые на следующий год зайдут в эти площади, в оборудование. Ну то есть они не заключат, но, получается, уже займут площади и вложат инвестиции. В том числе. Хорошо. Коллеги, ну а как такое возможно? Как они официально, просто юридически, как они резиденты будут считаться, да, если они еще не заключили, они сели и уже инвестиции? Нет, они сидят на аренде, аренда помещений, офисных, складских. То есть условно нет соглашения между управляющей компанией и арендатором, который подразумевает его статус как резидента, собственно говоря, обязывает его осваивать промышленную продукцию и достигать целевые показатели, которые нужны региону. Не, я понимаю, но смотрите, у нас есть пользователь инфраструктуры, да? Получается, он пользователь. Пользователи, все показатели там, пользователи инфраструктуры, мы при подаче на меры поддержки, мы не учитываем. Получается, и как сейчас, да, если вы эти основные показатели просто демонстрируете как эффективность вашего проекта, то, ну, можно. Если вы планируете их демонстрировать как при подаче заявки, да, ну, их на текущем этапе, ну, заявлять нельзя, вот, их инвестиции, потому что они будут пользователем. Учтем, да, но показатели мы считали без вот пользователей инфраструктуры, да, вы совершенно правы. Все. Мы считали только резидентов, вот, без того десятого, там, совокупно и ПИО, которых мы объединили просто как пользователи инфраструктуры. Понял, спасибо. Еще позвольте, вот, одиннадцатый слайд, там у вас, где планируем меры поддержки. Ну, вот, объем бюджетного софинансирования мероприятий пока не указан, я понимаю, вы хотите возместить все эти мероприятия просто, которые у вас продемонстрированы, да, на слайде на одиннадцатом. Не более 50% в рамках нормативной. Не более 50%. И тогда, смотрите, седьмое мероприятие приобретения оснащения технологического, там, оборудования, 40 миллионов. Дальше по слайду 13-м у вас восьмой пункт 26 миллионов. Это разное оборудование. 26 плюс создание реконструкции технологической инфраструктуры. Эта строчка складывается из двух позиций, 14 и 26. Они дают в сумме 40. Мы просто объединили для того, чтобы поместить на презентацию. А это более подробная уже смета. Ну, не слишком ли маленький объем инвестиций, но учитывая, что вы там показали очень много оборудования. Собственно говоря, мы, наверное, сейчас прислушаемся к рекомендациям по поводу пересмотра стоимости реконструкции и строительства, в том числе и технологической инфраструктуры, оборудования, которые нужны для этой площадки. Наверное, сумма подрастет, да, но, в принципе, мы считаем это нормально. Все, благодарю. Спасибо. Спасибо. Продолжим. Можно следующий полумебель. Второй проект, который мы представляем, это промышленный технопарк мебельной промышленности. Как я и сказал, что у нас не все промышленные технопарки будут являться базовой инфраструктурой, аккредитованных кластеров. Мы это с Андреем Викторовичем обсуждали, когда он к нам приезжал. У нас сформирован кластер мебельной промышленности в виде ассоциации. Он не подходит под все критерии Минпромторга, но, тем не менее, мы решаем очень много региональных задач в рамках данного кластера. Это и подготовка кадров, это и кооперация внутри них. Но по всем признакам он не подходит, но это все-таки региональный кластер. На базе предприятия «Ульяновск мебель» – это очень крупное мебельное предприятие, которое обладало очень серьезными компетенциями. Сейчас его фактически территория собственникам полностью не используется. Сейчас он использует порядка 20% задействованных под его целевые задачи по производству мебели. Оставшиеся площади, так или иначе, сейчас арендует часть из них, уже арендуют часть, собираются арендовать компании, занятые в мебельной промышленности. Опять же, как я и говорил по предыдущему промышленному технопарку, данный промтехнопарк как точка развития находится на правой стороне города «Ульяновска», что обеспечивает его, собственно, избытком кадров, которых у нас недостаточно на левой стороне города «Ульяновска». Поэтому это целевая задача для нас, как управленцев региона, соблюсти баланс трудовых ресурсов, ну и создать очень интересную точку роста в промышленности. Что? Ну, здесь показаны соответствия и, ну, как бы, обеспеченность всей транспортной инфраструктуры. Опять же, говорю, что это предприятие находится в центральной индустриальной зоне «Ульяновска». Все подъездные пути, железнодорожные пути, автомобильные пути присутствуют. Логистика у предприятия очень хорошая. Что касается направления деятельности промышленного технопарка, у мебель – это производство мебели и сопутствующие производства. Мы сейчас себе ставим задачу. Вот в «Ульяновске» по, в общем, по структуре экономики очень много мебельных производств. Очень много. Они образовались там, ну, на компетенциях советского периода еще. Еще распалась на очень, ну, достаточно большое количество. Это больше 150 средних предприятий, которые производят мягкую корпусную мебель и так далее. Но никто их пока не консолидировал до конца, чтобы производить, собственно-то, для них, в том числе, компоненты. Это речь идет и, собственно-то, и о материалах, и о тканях, и о фурнитуре и так далее. И вот этим проектом мы, фактически, собирая часть из них под одну крышу, планируем предоставить им как оборудование, ну, в смысле, центра коллективного доступа, так и, по сути, создать инвестиционные ниши и создать вот предпосылки для занятия вот этих вот кооперационных цепочек, которые мы видим, где у нас есть пробелы и плюсом есть консолидированный, собственно-то, спрос даже от предприятий только региона. Еще раз подчеркиваю, больше 150 средних предприятий, а спрос до конца не консолидирован. Вы видите здесь, собственно-то, ну, в чем основная сейчас, ну, была проблема, наверное, у производителей мебели, сейчас она еще больше обостряется, это коллективные центры, дизайн-центры и центры фактически прототипирования того, что они будут делать. Ранее все дизайны, ну, чаще всего заказывались, там, многим более-менее крупными в Европе или, ну, в других ведущих каких-то компаниях. Сейчас, в силу разных причин, это либо дорого, либо тяжело сделать. Каждое из них предприятие создать собственный дизайн-центр или центр прототипирования, там, центр лазерной резки не может, поэтому мы предполагаем создать их на базе промышленного технопарка у мебели. Здесь приведены резиденты, это и потенциальные резиденты, и уже действующие. Я сказал, что этот производственный комплекс сейчас развивается фактически как промышленный технопарк. Там недостает вот того технологического оборудования, про которое мы говорили, и наша затея, ну, наша мысль как региона, это как раз создать предпосылки для занятия вот этих инвестиционных ниш и пробелов в наших кооперационных цепочках. Это основная мысль того, что мы делаем, подавая данную заявку на промышленный технопарк. Коллеги, ну, в принципе, здесь представлено, что компания, управляющая компания промышленного технопарка, собственно говоря, отвечает всем требуемым критериям постановления 1863. Сейчас дорабатывается сайт, и, собственно говоря, планируем заключить соглашение по мере возможной аккредитации этого промышленного технопарка. По основной смете, собственно говоря, она здесь составляет 140 миллионов рублей. Ну, также здесь львиную долю занимает стройка. Это строительство нового корпуса на 5000 квадратных метров и реконструкция действующих корпусов. Ну, и, соответственно, закупка технологического оборудования и частично работы по приведению коммунальной инфраструктуры данной площадки в соответствии. По источникам финансирования, собственно говоря, это все средства частного инвестора, которые планируются в последующем направить заявку на возмещение, там, не более 50% затрат на создание этого промышленного технопарка. Сама инвестиционная фаза не очень длинная, то есть это полтора-два года, собственно говоря, с закупкой оборудования и уже запуск самой площадки. Ну, в принципе, здесь тоже укрупненность это представлено. Календарный график, собственно говоря, как я и сказал, сейчас заказана проектно-сметная документация и идет разработка проекта, планируется до конца года эти мероприятия осуществить и, собственно говоря, в течение полутора лет осуществить все строительно-монтажные работы и осуществить запуск технологического оборудования. По основным услугам, которые планирует оказывать управляющие компании, здесь также помимо традиционно аренды площадей производственных, также оказание сервисных услуг, консалтинговых услуг и, собственно говоря, предоставление того оборудования, которое есть, которое планируется закупить управляющей компанией для услуг резидентам, для использования в рамках технологических процессов. Показатели проекта, как вы видите, достаточно хорошие, NPV 37,5 миллионов, ARR 28%. Собственно говоря, это такой достаточно хороший запас прочности этого проекта, но, опять же, оговорюсь в силу того, что капекс этого проекта не очень большой, 140 миллионов рублей. Срок дисконтированной окупаемости 6 лет, в принципе. Ну и здесь по основным показателям, здесь также, учитывая поэтапную загрузку, в том числе ротацию тех арендаторов, которые есть сейчас, с тем, чтобы войти в ту специализацию, о которой мы говорили, планируется загрузка более высокой этой площадки. Ну и, собственно говоря, объем отчислений на разном уровне составляет более 300 миллионов рублей. При капексе проекта 140 миллионов, в принципе, достаточно хорошее соотношение. Коллеги, у нас все. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Так, будьте добры, вот тогда, на Центре технологической инфраструктуры. У вас там конференц-зал. Скажите, пожалуйста, а как это поможет в освоении производства? В том числе планируется, что резиденты могут осуществлять научную деятельность, в плане в том числе обмена опытом, предоставления опытных дизайн-макетов продукции, которые в последующем будут на производстве наших резидентов осуществляться. Какие-то конференции, где будут указывать новые модели. Да, смотрите, я поясню. У нас, ну, я возглавляю Центр развития промышленности, и у нас на базе создан Центр бережливости региона. Туда входит такая структура, как точка кипения хай-тек по линии WorldSkills. Вот мы проговорили уже с управляющей компанией, что вот именно на базе данного, ну, мы его назвали конференц-зала, будет создана такая точка, точка кипения хай-тек – это точка рационализаторства и точка, в общем-то, генерации идей по бережливости на территории наших производственных компаний. Она будет такая универсальная, ну, как бы, коллективного доступа, точка кипения хай-тек. Ну, интересная очень эта, об этом долго можно говорить, интересная очень программа. Мы создали уже две на базе предприятий. Ну, это же идеология как раз рационализаторства, по большому счету. Очень интересный инструмент. Я предлагаю региону внимательно к нему подойти. Да-да-да, не предмет, да. Скорее об этом не сказали в первой части, да. Коллеги, подскажите, 59, да, после реализации проекта будет имущественный комплекс или 57 тысяч? 52 тысяч сейчас он составляет текущее состояние и будет 59. То есть там 5 тысяч строительства нового корпуса и 2 тысяч – это за счет реконструкции помещений будет еще дополнительно увеличить площадь. А, ну, а, то есть реконструкция недействующих. А как это, разве это не строительство? Реконструкция действующих. Вот, тогда получается 57. Если 2 тысячи реконструируются действующих. 52 сейчас, 2 тысячи появляются за счет реконструкции и 5 тысяч строительства нового. То есть плюс 7 тысяч – это увеличение общей площади. Соответственно, 59 тысяч – общая площадь промышленного технопарка на выходе, когда завершится инвестиционная стадия. Хорошо, и понял, спасибо. И восьмой слайд. Можно, пожалуйста, по резидентам? Я увидел там, ну, резидент А, резидент Б, резидент В. Понятно, просто, наверное, еще не подписано, да, ничего с ним? Да, совершенно верно. Просто пока ждете, но когда будете подавать заявку, нужно, чтобы уже все было. И если учитывать при соответствии у имущественного комплекса, да, вот эти проценты, 50 процентов, вот они или нет. Я просто когда считал, увидел, что у вас написано 57 600, на самом деле там же вроде не 57 600, там 30 с лишним где-то по совокупности. Занимаемая площадь. Поэтому, да, пересмотрите. И в связи с этим пересмотрите, пожалуйста, соответствие имущественного комплекса. А последние две, как раз, неизбежно, нишка. Ну, еще абсолютно формальная, именно формальная. Все вы идеологически правильно сказали. Я сейчас в цифры не лезу, здесь коллеги, может, глубже копнут. Смотрите, вот вы указали в объектах технологической инфраструктуры два объекта. Это промышленный дизайн и центр проектирования для мебельного бизнеса. Вот указывайте, как говорится, в приказе. Обзовите это инжиниринговый центр, в котором будет осуществляться дизайн, проектирование. У вас же все написано. Только вы пользуетесь опять не той терминологией. То есть формально, формально вот такого объекта там нет. Хорошо? Спасибо. То есть вы все правильно написали, но формально такого объекта нет. Спасибо. Коллеги, следующий доклад тоже ваш? Тоже наш. Так, тогда прошу подготовиться. Разрешите еще вопрос. Я понимаю, что я далеко сижу, но вы меня совсем не видите. Добрый день, коллеги. Я не совсем поняла. Изначально говорится о том, что это частный проект. Да. Представляет его регион. Да. И там, где у нас в конце команды проекта, не названа ни управляющая компания, никто, просто есть некий УК-инвестор. Да, есть фамилия, но нет. Управляющая компания-то она есть? Ульянск мебель, да. Она есть? Это частная управляющая компания, которая работает с регионом? Она есть, она существует. И которая планирует, соответственно, как частный парк идти по 11-19. Да. И регион планирует дать субсидии частной управляющей компании? Да, обсуждено на коллегии министерства с губернатором он в курсе, в общем-то, все стратегические указания. И региональная нормативная база для этого готова. Сейчас проект закона, но мы планируем на следующем заседании ЗСО принимать. Спасибо большое. Ну, в нормативные акты вносим все замечания по линии Минкомпорта. Спасибо. Так, тогда сейчас вы докладываете проект технопарка «Композит» и прошу подготовиться к проекту создания индустриального парка «Прямое». Да, коллеги, Ульяновская область является членом межрегионального кластера «Композиты без границ». У нас на территории располагается особая экономическая зона, которая является резидентом этого кластера по линии технологической инфраструктуры. В настоящий момент на территории особой экономической зоны сложилась специфика и спецификация по композитным производствам. Уже на территории, собственно, предполагаемого промышленного технопарка, который будет находиться в рамках этой зоны развития, находятся четыре резидента, которые занимаются композитным производством. От всех из них существует запрос на оборудование коллективного пользования, в том числе технологическое оборудование, измерительное и, как оно называется, измерительное и, ну, дальше будет, испытательное оборудование по композитам. Каждый из них его купить не в состоянии, либо считать нецелесообразным. Промышленный технопарк, проект промышленного технопарка находится на территории особой экономической зоны. Мы выделяем специально это как специализацию и хотим часть нашей зоны развития посвятить именно композитам, сконцентрировав, опять же, на инвестиционных нишах и на тех пробелах, которые сейчас возникают у компании в связи с, а, с нехваткой технологий, б, с нехваткой тех или иных компонентов в композитах, чтобы их в этой цепочке возместить. Фактически создаем специализированную площадку под эти цели. По инженерной и транспортной инфраструктуре полностью все готово, площадка полностью обеспечена и инженерной и транспортной инфраструктуры существует, таможенная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура, все необходимые условия для ведения бизнеса и развития производства присутствуют. На что будут направлены основные компетенции в рамках промышленного компакта композиты? Это существующие компетенции в авиации. У нас располагает сейчас две компании, ну, одна из них потенциально, второй резидент будет строить новый завод по композитам, которые реализуют композитные производства в авиации. Это стратегическое направление, это все, что связано и с, ну, в основном это все гражданская авиация, беспилотные летательные аппараты и, собственно-то, ну, традиционные. Второе направление – это автомобильная промышленность, традиционная для нашего региона, выпуск тех или иных компонентов для автомобилей, строительство. Тоже у нас потенциальный один резидент есть, существующий, который выпускает в промышленных объемах различную арматуру из композитных материалов. Это компания, ну, Гален, дальше расскажу. Возобновляемая энергетика. Вы знаете, что в Ульяновской области сейчас производятся, ну, ключевые компоненты для ветротурбин, это лопасти. В связи с этим связано там ряд декомпозирования, производство этих лопастей на компоненты. И все эти компоненты, в общем-то, композитные. Для них требуются и технологии. И, естественно, критичным сейчас является снижение, в общем-то, инвестиционной нагрузки на предприятие путем предоставления вот этого оборудования коллективного пользования. Про объекты инженерной и транспортной инфраструктуры останавливаться подробно не буду. Это особая экономическая зона. Там в запасе все присутствует. Что мы, то есть мы сейчас уже на достаточно глубокой стадии, практически не подготовки даже проекта, а больше уже работы в рамках проекта промышленного технопарка композиты. Мы провели серию переговоров с резидентами текущими. Выявили точки пересечения оборудования, которое они могут использовать. Ну, 80% из них, так скажем, может использовать это оборудование. И нуждается в нем для развития своих производств. Это лабораторно-испытательное оборудование, которое используется у нас и в авиации, и в гражданском направлении, и в ветроэнергетике, и в строительных материалах. Это термопласт-автоматы, это специфическое. То есть вот для композитного производства они особо не нужны, но они каждому из них нужен термопласт-автомат на стадии разработки, в общем-то, нового продукта для формирования форм, ну, какие-то специфические вещи, они запрошены. Лабораторно, ну, неправильно, опять вот правильно, что хорошее замечание, мы поправим. Ну, и, собственно, дальше автоклав, грузоподъемные краны, как вид услуг, в смысле, по перемещению грузов внутри корпусов. По действующим и потенциальным резидентам они представлены на слайде. Задел здесь и запас по, так скажем, по необходимости развития этой отрасли и по резидентам, которые хотят тут участвовать, достаточно большой отрасль, недооцененная с точки зрения строительства, с точки зрения альтернативной энергетики. Она критична, как технологии в авиастроении сейчас, поэтому мы выбрали это как один из самых главных приоритетов для себя создания такой промышленной инфраструктуры для развития композитных производств. Руслан. Собственно говоря, коллеги, здесь управляющая компания, это уже действующая управляющая компания, ПАЭС Ульяновс, которая, собственно говоря, сейчас управляет индустриальным парком. Учитывая ту специализацию, которую мы сейчас обговорили, будет также осуществляться и деятельность в рамках промышленного технопарка. Основная смета, то есть порядка 2,5 миллиардов рублей. Здесь основной капекс – это строительство производственных корпусов. Собственно говоря, общая площадь планируемого строительства порядка 37 тысяч квадратных метров. То есть примерно на треть должна общая площадь парка увеличиться. И в рамках мер поддержки здесь мы отразили только бюджетные средства региона, которые были направлены на ПСД. И ту часть, которую мы получили одобрение в рамках инфраструктурного бюджетного кредита по постановлению 1189 для строительства двух корпусов. И, соответственно, строительство еще двух корпусов будет осуществляться силами самой управляющей компании. И, в принципе, соблюдается паритет источников финансирования проекта примерно 50 на 50. Основная смета, как я уже сказал, состоит из строительно-монтажных работ. Сейчас на данном этапе коллеги уже разработали проектную сметную документацию. И осуществляется выбор подрядчика для осуществления строительно-монтажных работ. Инвестиционная фаза порядка двух лет, по завершению которой, собственно говоря, и будет заполняться оставшейся площади, новой площади, которая будет построена. Ну, в рамках услуг, собственно говоря, они сейчас традиционно для самой управляющей компании и будут дополнены, собственно говоря, услугами предоставления технологического оборудования. Показатели проекта NPV 231 миллион, ARR 13%, срок окупаемости 13 лет. Здесь учтены показатели окупаемости проекта, в том числе по погашению инфраструктурного бюджетного кредита. Ну и по основным показателям проекта, коллеги, здесь тоже мы видим, что примерно в полтора раза адекватно увеличение производственных корпусов и, собственно говоря, парков управляющих компаний увеличивается и все показатели деятельности, в том числе общий бюджет отчисления во все фонды у нас порядка 300 миллионов рублей. Опять же, тут мы понимаем, что принимаем во внимание те льготы, которые уже есть на территории особой экономической зоны. Спасибо за внимание. Коллеги, спасибо за доклад. Ваши эксперты. Ну вот хочу, наверное, это же третий проект, да, просто в завершение в обобщении. Вот очень, конечно, мне импонирует подход в плане того, что, ну, знаете, как вроде мы тоже там задают вопрос, вот там парки, технопарки, кластеры, вот, а на самом деле вот очень радует, что регион понимает взаимосвязь тех механизмов всех. Потому что действительно подходы там по развитию кластера и размещению производств, да, которые, там, скажем, дополняют производственные цепочки, ну, конечно, требуется инфраструктура для этого. И в том числе и обратно, да, что если мы создаем инфраструктуру, то кластеры могут стать одним из источников проектов, которые дальше будут, ну, просто приходить, заполнять эти площади. Очень отрадно, что есть в регионе понимание взаимосвязи этих механизмов. Вот. Можно отсылать где резидента? Ну, опять же, там некоторые моменты, они, наверное, примерно такие же, как по остальным проектам, там, финансирование и все остальное. Ну, здесь, если я правильно понимаю, также частный проект, да? Нет, это государственный проект, учредителям управляющих компаний является. Управляющая компания кто будет? Корпорация? ПАЭС. А, это ПАЭС, я понял. Вот резиденты, которые вы здесь сейчас указали, с ними какая стадия взаимоотношений? Там какие-то соглашения уже подписаны или это пока предварительная проработка? В принципе, уже реализуется. Да, они планировали данную логику, ну, а сначала, ну, в принципе, покупать следующие инновационные стадии, если будут кратные увеличения, собственно, ну, с 5-го инновационного стадия, в принципе, его заказывают в городе. Ну, дальше, в обмене, в Ульяновске, это действующие... Для авиации у них второе направление, сейчас, да, если мы хотят строить, вот композитные стадиалы для интерьеров, для самолетов, ну, для различных вещей, связанных с теми эвакуации, на нем... Это у них тоже потребность, мы с ними говорили, они представляют, что они не хотят, что они не хотят, что они не хотят, что они не хотят. Вот эта техника, это для нас будет половина сервиса. Компания, можно сказать, она станет небольшой завод, который собирает привоз в инвестиции. Ну, да, понял. Спасибо, еще один вопрос. Ну вот здесь как раз достаточно уже большая инвестиционная емкость проекта, здесь уже как раз смотрю, наверное, более реалистично по затратам, чем первый раз мы обсуждали. У меня вопрос, источники финансирования у пояс какие? То есть это собственные средства, это заемные деньги регион будет выделять? То есть частично сейчас, то есть регион выделил деньги, в том числе на технологическое присоединение к сетям, но это в основном касается внутриплощадочных сетей и разработку ПСД. Ну а вот основные инвестиции создания. Основная сумма, это свои средства управляющей компанией, в том числе кредиты банка. А половина той стоимости, которая капекса есть, собственно говоря, половину корпусов они строят за счет инфраструктурного бюджетного кредита. В прошлом году подписав соглашение, да, получив в рамках 11.89 кредит на строительство двух корпусов, 1,2 миллиарда. Понял. Вопрос тогда, ну, вы заявили 11.19 как меру поддержки. Просто здесь достаточно, скажем так, неоднозначный будет вопрос комбинирования этих двух механизмов. Но это, наверное, сейчас не буду отдельно комментировать, много времени займет, можем просто сегодня пообщаться, потому что мы разбирали вас, ну, некоторые субъекты задавали такой вопрос. Ну, если кратко, то с одной стороны, конечно, ИБК это заемные деньги и возвратные, с одной стороны, с другой. Если просто представить себе ситуацию, когда, там, пятый, шестой год, вы только-только начали тело кредита отдавать региону, и уже, там, пошли налоговые отчисления, вы приходите за деньгами по 11.19, и федерация, как бы, платит два раза за одно и то же. Поэтому здесь обратите внимание, что, ну, если только часть корпусов по ИБК идет, то здесь вот однозначно, в общем-то, не вижу здесь препятствий, чтобы какие-то другие объекты включать в заявку по 11.19. Надо, конечно, тоже, чтобы показатели там не пересекались, безусловно, потому что в ИБК вы же там инвестиции инвестора ставите, да. Вот, то есть это надо, конечно, учесть. А вот по поводу тех двух корпусов, ну, говорю, вот, у нас большие сомнения, что, возможно, будет на это применить 11.19. А так, принципе, спасибо. Классный проект, здорово, что... Приятный день, ну, я, что-то, приятный день, что-то, приятный день. Приятный. Чувствую кого-то по всему день. Вот такие. У меня только назначено входит в Центр развития помощи. Думаю. Спасибо. Прошу подготовиться, прошу, индустриальный парк Приморья. Следующий, прошу подготовиться, проект развития промышленного парка Большой Камень. Приморье, да? Да. Добрый день. Для начала разрешите выразить благодарность, уважаемые коллеги. Это министерство, ассоциации, эксперты за то, что вы даете возможность презентовать наши проекты в такой компетентной аудитории. Для начала я расскажу о основных характеристиках индустриального парка Приморья. Это Гринфилд, то есть это территория, на которой раньше не было никаких объектов. Площадь порядка 15 гектар. Форма собственности частная. При этом учредительным управляющим компанией является команда, которая достаточно давно работает на рынке индустриальных парков из Благородской области. Выставленный капитал сформирован в размере 90 миллионов рублей. На сегодняшний день оплачено 75 миллионов рублей и оставшаяся часть будет оплачена в этом году. Начало реализации проекта было в 2018 году, но объективно более активно он начал развиваться в прошлом году, потому что только в начале прошлого года мы получили доступ к сетям основным техническим инфраструктуре, это к сетям электроснабжения, к сетям водоснабжения. Поэтому фактически он в прошлом году и по большому счету стартовал. Что касается существующих объектов, на сегодняшний день построены три производственных объекта. Они в стадии как объекта незавершенного строительства и уже переданы резидентом, но в перспективе планируется построить в совокупности 25 тысяч квадратных метров производственных корпусов в рамках соглашения, которое заключено с корпорацией развития Дальнего Востока. Мера поддержки, на которую претендует данный индустриальный парк, это постановление 831, это субсидирование процента ставки по кредитам. Индустриальный парк находится на территории, опережающей развитие Надеждинская, это самая близкая территория, опережающая развитие городу Владивостоку, в расстоянии порядка 30 километров от самого города и порядка 19 километров до аэропорта. В непосредственной близости от территории, опережающей развитие Надеждинская, будет создан город-спутник Владивостока, так называется спутник, и фактически этот индустриальный парк находится внутри агломерации Владивостокской, которая должна достичь уровня миллиона человек в соответствии с стратегией, которая в сегодняшний день реализуется. Вот так выглядит конструктив, то есть он стандартный всех производственных объектов, это несущие металлоконструкции плюс ограждающие конструкции в виде сэндвич-панели разной толщины. Таким образом представлен перспективный план застройки, он наиболее актуальный, здесь размещено уже порядка 8 резидентов, из них по 6 уже подписаны в том или ином виде документы, значит по 2 переговоры на финальной стадии, то есть уже на сегодняшний день больше 50% территории в принципе распланировано под конкретных резидентов. Здесь приведены основные характеристики, значит у нас есть уже полученное и осуществленное техническое присоединение к сетям электроснабжения. Хотел бы отметить, что в рамках тех льгот, которые предоставляются на Дальнем Востоке, корпорация «Дальнего Востока», у нас субсидируется тариф по электроснабжению, то есть все резиденты Национального парка, как собственно и резиденты Тора, получают электроэнергию по ставке 3 рубля за киловатт примерно. Поэтому вот эта вот мощность, она очень востребована. Здесь приведены 6 резидентов из 8, их основные характеристики. Хотел бы отметить, что все резиденты имеют возможность, кроме того, что не является резидентом Национального парка, также заключить соглашение и стать резидентом Национального парка на Тора Надежинский и получить те налоговые льготы, которые предусмотрены данным претенциальным режимом. Из этих 6 резидентов, 2 резидента завода 25 и Леру уже фактически приступили к производственной деятельности, то есть в разной стадии развития своего производственного проекта. Два резидента, это G-фильтр и Приморский завод металлоконструкции, на сегодняшний день ведутся с электромонтажной работы, то есть планируется во втором полугодии передача им производственных объектов. По остальным заключены соглашения с датами подготовки технического задания и выхода на начало разработки определенно-смертной документации. Что касается внесения в реестр, мы начали этим заниматься еще с октября прошлого года. На сегодняшний день документы в финальной стадии, уже прошли несколько итераций проверок со стороны Минпромторга. Обращаюсь с просьбой к Леониду Валентиновичу, если можно, когда у нас будут регулированы все взаимоотношения в рамках земельных вопросов, провести, может быть, какой-то ВКС для того, чтобы финализировать нашу работу и уже до конца довести оформление всех документов. Что касается мер господдержки, на сегодняшний день мы привлекли, понимая, значит, те возможности, которые есть по 131-му постановлению в октябре прошлого года, кредит в размере 50 миллионов рублей на строительство, в первую очередь, производственных корпусов, то есть из общей суммы инвестиций 74 миллиона, 24 это собственные средства и 50 миллионов кредитные. Кредит оформлен в Транскапиталбанке под ставку 11% годовых. Существует на сегодняшний день очень большая проблема, связанная с тем, что Транскапиталбанк планирует пересмотреть процентную ставку, увеличив ее практически в два раза, что очень серьезно влияет на финансовые показатели проекта, поэтому данная мера поддержки для нас является критически важной. Объем поддержки 13 миллионов, он рассчитан, исходя из предыдущих условий, то есть исходя из ключевой ставки 9,5% и ставки по кредиту, значит, порядка 11%, и, конечно, по мере уже уточнения показателей будет пересмотрен. Здесь приведена очередность, то есть в данном случае, когда мы говорим о господдержке, мы говорим о первой очереди, кроме этого мы планируем реализовать в рамках трех очередей и в этом году уже проинвестировать порядка 200 с лишним миллионов рублей и, соответственно, в случае успешного участия в вхождении в регистр, в успешной работе по 131 в рамках первой очереди, уже во втором полугодии, в принципе, планировали бы заявиться по второй очереди, значит, с объемом привлекаемых кредитных ресурсов до 200 миллионов рублей в рамках уже заключенных договоров с резидентами на проведение сайтамонтажных работ. Общая сумма инвестиций 847 миллионов – это та сумма, которая у нас зафиксирована в соглашении с корпорацией развития Дальнего Востока, это у нас здесь приведено, но, в принципе, мы думаем, что фактически эта сумма может быть больше, понимая уже примерно тот объем потребностей резидентов, который существует. Здесь приведена дорожная карта реализации проекта. Как я уже сказал, в первую очередь затянулось, то есть мы приступили к первым работам в 2018 году и потом долго ждали, значит, когда будет инфраструктура, и, соответственно, надеемся, что раз она уже появилась, то вторая-третья очередь будет существовала гораздо быстрее. Ну и тут видно набор мощностей, то есть которые на сегодняшний день предварительно рассмотрены. Опять же, почему 2024 год у нас? Ну, потому что это 2024 годом у нас зафиксировано в рамках соглашения. Вот, кстати, сейчас в Приморье. В прошедении с Минтромтором, конечно, они у нас имеют немножко более расширенный уровень. Вот здесь приведены основные параметры. Значит, основная услуга, которую оказывает предварительная компания, это build-to-suit и несколько объектов в рамках аренды. Что касается инвестиций, как я уже сказал, это инвестиции, предусмотренные в рамках соглашения с КРДВ. Вот основной объем мы планировали производить в 2022 году в рамках заключенного соглашения с резидентами. Выручка управления компанией формируется, исходя из платежей резидентов в рамках аренды и выкупа производственных объектов. Соответственно, поэтому здесь такие цифры приведены. Финансовые показатели здесь тоже приведены из бизнес-плана, который у нас в Рождественской АДВ. Вот, значит, основные показатели проекта. Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что мы, когда рассчитывали показатели, например, соотношение инвестиций к цифре 8. Мы рассматривали с точки зрения базы именно вложение в саму инфраструктуру, то есть без учета самих производственных зданий, потому что производственные здания, они потом выкупаются, то есть, соответственно, они, скорее всего, должны быть учтены как инвестиции в сельных резидентах. Что касается удельного показателя, это соотношение налоговых платежей к господдержке, то тоже я вот звездочкой, а, здесь не видно, но там на презентации звездочкой отмечено, вот эта цифра, значит, 67, да, она рассчитана, исходя из одной заявки по первой очереди, то есть, естественно, она будет корректироваться по мере формирования уже заявок по всем очередям и использования фактически субсидий в целом по проекту, и, конечно, будет соединиться в сторону уменьшения. Значит, что касается вот рабочих мест, 420 человек, мы видим, что те обязательства, которые взяли на себя уже существующие наши резиденты, они уже там порядка 300 человек, то есть, мы видим, что этот показатель будет, скорее всего, перевыполнен. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Уже мои коллеги, эксперты. Да, ну, спасибо за презентацию, за то, что смогли тоже выбраться, приехать. Ну, касаемо вот вопроса с КРДВ, ну, в рабочем порядке, то есть, если там от нас какое-то еще какое-то содействие нужно, я так понимаю, что, в принципе, сейчас тот путь, который мы обсудили, там, вроде бы скоро увидим, там, эти изменения. Я просто пару комментариев, наверное, дам, в целом проект понятен. И первый комментарий относительно, там, 831-го, ну, как, видите, как мы, с одной стороны, да, обсуждаем, что у нас объем возмещения привязан к процентной ставке, ну, к ключевой ставке ЦБ, да, но здесь вот интересный нюанс может возникнуть, то есть, если вы, ну, мы же отбор сейчас уже там скоро объявим по 831-му, да, ну, и там ориентировочно, скорее всего, до конца апреля будем принимать заявки. И вот, если на данный момент у вас ставка 11, вы с ней подаетесь, а впоследствии банк увеличивает ставку, здесь, конечно, надо будет подумать, как это учесть, потому что отбирать-то мы будем проект с договором на 11, здесь требует дополнительного анализа, вот, надо отдельно проработать, там, это не сейчас вопрос прямо здесь, но надо будет продумать, конечно. Второй момент, правильно ли понимаешь, что, ну, опять же, там, там, предыдущие итерации проекта обсуждали, что, ну, вы планируете привлекать ее в дальнейшем кредиты на последующей очереди, но я так понимаю, что сейчас в текущей ситуации, ну, наверное, как минимум это откладывается, да, потому что, наверное, ставка 20% ключевая, она там все-таки не будет вечной, да, она там рано или поздно снизится, вопрос, когда это произойдет, но вряд ли вы будете готовы, там, под 22-25% заходить на кредиты, я так полагаю. Просто вот здесь, ну, как ситуацию видите, то есть, ну, насколько, я просто почему вопрос задаю, потому что, ну, мы говорили о возможности подачи последующих заявок на новую очередь под расширение парка, и вот остаются ли эти планы в силе, или, там, вынуждены от них отказаться, или, как минимум, там, заморозить их. Можно, Ленит, я прокомментирую, значит, ну, наверное, про второе, да, ну, мы сами понимаем, что то, что происходит на сегодняшний день, это некий форс-мажор, который никак не учитывается при планировании, значит, проектов. У нас главная проблема состоит в том, насколько это востребовано будет со стороны резидентов, ведь мы, когда формируем наше коммерческое предложение для резидента, мы ориентируемся на те проценты ставки, которые сами имеем, да, то есть, если мы, ну, будем, например, выработаем некую такую позицию, что, смотрите, вот на сегодняшний день у нас ставка 22, там, или 24, но в случае, там, оказания поддержки со стороны, значит, министерства, она может быть, там, снижена, и наши резиденты, ну, как бы, пойдут на это, то есть, подписываясь под условия, подразумевающие уровень ставки, там, 20, но с возможностью, ну, то есть, вы понимаете, что никогда эту возможность нельзя на 100% взять, то есть, рискуя, как бы, на это, тогда можно и привлекать, как бы, по 20, то есть, все зависит, как бы, от позиции со стороны бизнеса. С другой стороны, я хотел бы сказать, что, ну, вот этот вот ресурс, то есть, коммерческий кредит и субсидирование в основном промоторга, это один из ресурсов, то есть, это не значит, что мы не будем стремиться пользоваться другими, значит, на сегодняшний день активно, вот, инициируют со стороны правительства Российской Федерации иные меры поддержки, то есть, в частности, возобновление программы субсидирования непосредственно банком со стороны бюджета, в частности, по рамках Минэкономразвития, плюс у нас на Дальнем Востоке есть механизм постановления 18-18, когда за счет средств Минвостокразвития субсидируются процентные ставки, то есть, я понимаю, что если у нас будет доступ к такого рода финансированию, то мы уже тогда заявляться, мы промоторг не будем, соответственно, формировать тогда коммерческое предложение, исходя из доступности тех программ. Поэтому мы пока, естественно, ну, если говорить о каких-то эмоциональных вещах, значит, насторожились, но не отметаем вот эти планы, которые сейчас, в данном случае, доложили. То есть, будем в ситуации? Спасибо. Ну и вот слайд с показателями тоже в качестве пожелания, комментария. Вот особенно то, что касается соотношения там налоговых поступлений резидентов, да, и субсидий. Ну, понятно, 831 – это всегда достаточно высокое соотношение, потому что субсидии все-таки, процентные ставки идет, да, но все-таки я бы вам рекомендовал, как будто заявку подавать, ну, не ставьте такие большие значения. Я понимаю. Поясню сейчас, почему, потому что, если я правильно понял, вы их рассчитали, исходя из резидентов, в том числе, последующих очередей. Если, ну, рассматривать сценарий, что вы там на последующей очереди с кредитом зайдете еще раз на 831, ну, вы просто сами себе… Осложните жизнь. Ну, и плюс наверняка, вот, я просто насчет 18-18 там не знаком детально, но я полагаю, что в любом механизме поддержки, который бы вы там не использовали на развитие проекта, да, в любом случае, ну, метрики-то все стандартные, которые интересуют госорганы, там, это и рабочие места, и налоги, и инвестиции, поэтому вот заложите минимальные критерии. У нас же 831 – это не конкурсный отбор, отбор по критериям. Мы, то есть, даже заявки между собой не сравниваем. И, в общем-то, в общем-то, рекомендую такой консервативный подход использовать. Лучше потом перевыполнить, чем там попасть в ситуацию, когда вы сами заявили на отбор проекта, просто у нас не будет оснований эти показатели снижать потом. Ну, вот у нас при формировании этой презентации была вот дилемма, что нам показывать? То ли вот этот маленький в первую очередь, значит, соответственно, по нему все показатели, то ли вот весь. То есть, ну, такой микс получился, то есть, с одной стороны, мы про весь проект говорим, и в том числе, там, какие-то цифры вытаскиваем. Хорошо, что вы показываете, у нас же, да, такой неофициальный сейчас формат, хорошо, что вы показываете весь проект, его потенциал, это, наверное, правильно. Мы понимаем, конечно. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, не упустили этот момент при подготовке заявки, потому что потом мы просто это не сможем переиграть, если проект уже там пройдет отбор, и мы будем заключать соглашение. Вот это надо будет обязательно учитывать. Опыт есть подача заявок, поэтому будем сходить из минимально допустимых значений. Хорошо, спасибо. Коллеги? Только один чисто идеологический вопрос по резиденту. Там первый резидент был у вас... Биомикрогель. Да, у него цель стоит коммерциализация неокра. Вот вопрос, он, что бумажку будет какую-то выпускать? То есть, вот у нас по федеральному закону, да, там, индустриальный парк, резидент в индустриальном парке к цели, там, введения промышленного производства, промышленной продукции. Я даже могу, наверное, прокомментировать. Я просто помню компанию Биомикрогелия еще лет 10 назад. Вот это на самом деле такой классический пример, наверное, нечастый, к сожалению, в России такой технологической компании, которая выросла с нуля реально из стартапа до, ну, уже там, среднего или даже крупного бизнеса. И я так понимаю, что у них же основное производство в Екатеринбурге, по-моему. Да, площадка. И они просто у вас, ну, то есть, короче, это производство. У них уже стадия неокр, в принципе, давно прошла, правильно же? Я просто название вспомнил. Это эти же эти ребята, да, Леонид. Значит, наша площадка ими, ну, сейчас немножко там паузу, проект поставлен из-за ковида был, рассматривалась в качестве такой естественной территории для освоения стран Го-Восточной Азии. То есть, там предполагался определенный технологический процесс, прозревающий, что он будет увязан с Екатеринбургом, то есть, будет с Екатеринбурга поставляться некое исходное вещество, которое доводится до товарного состояния у нас на площадке, поставляться через порты в страны Го-Восточной Азии. То есть, да, неокр, он проведен, но, может быть, мы, не знаю, зря это написали, но это мы как бы выделили, что вот конкретный проект, он основан на неокр. То есть, неокр не у нас будет проводиться, просто его исходная часть была к нему. Ну, просто, да, коммертизация, общая формулировка, почему, видимо, коллеги возник вопрос, просто, может быть, да, в последующем просто уточнить, что действительно размещение производства будет. Коллеги, можно тогда еще один вопрос на последний слайд, где показатели проекта. Нет, вот как раз предыдущий слайд, будьте добры. Прогноз выручки у Капарка. 2021 8 миллионов, я так понимаю, 2022 уже 123 миллиона. Ну, я объясню. Хороший кратный рост. Ну, естественно, он был некоторое время назад, как бы прогнозировался, да. Здесь, на самом деле, все очень просто. То есть, до этого выручка формировалась, исходя из арендных платежей компании, которым было передано это вот завод 25, Леру, которые, значит, занимали площади чисто в арендных отношениях. То есть, с 22-го года у нас уже появились клиенты, которые в рамках бутус-чут работают. То есть, соответственно, вот эта выручка, это уже платежи по выкупу. То есть, это уже выкуп земельного участка? Нет, земельный участок мы не продаем, они у нас попрошу. Да, ну, я и хотел бы что-то сказать, на самом деле, но сказать нечего, кроме того, что спасибо большое за классный, очередной классный проект. Я очень переживаю насчет того, что происходит ситуация сейчас с процентными ставками, потому что, действительно, ну, для вашего проекта это краеугольный камень. И, не знаю, посмотрите, вот, может быть, в части мер господдержки, да, может, не на 831-е постановление, а подумать в сторону 1325. На этом регион подходит, инструмент интересный. Ну, сейчас следующий будет парк государственный, он, значит, ближе к региону, поэтому можно воспользоваться. Ну, тем не менее, подумайте, потому что, ну, действительно, мы как раз и запускали 1325, в том числе, конечно, для дальнего остатка. Ну, Леонид, они же, если мы 831 участвуем, мы же уже больше нигде участвовать не будем. Не можем. Ну, надо смотреть, обсуждать, надо смотреть очереди. То есть, как минимум, у нас же нет запретов, что одна управляющая компания там участвует в разных мерах поддержки. Понятно, что это надо разделять по эффектам, но я здесь с Максимом соглашусь, что, по крайней мере, проработать стоит, тем более у вас планы далеко идущие. Поэтому... Спасибо. Коллеги, да, спасибо за доклад и хочу сделать объявление. Коллеги, с 13 до 14 у нас обед, поэтому прошу, делаем перерыв до 14.00. Сейчас вас встретят волонтеры, которые вас проведут и можете пообедать. Накормят. Накормят, да. Спасибо. Продолжение следует...